Добро пожаловать на подкаст Лаборатория Губермана, где мы обсуждаем науку и научно обоснованные инструменты для повседневной жизни. Меня зовут Эндрю Губерман, я профессор нейробиологии и офтальмологии в Медицинской школе Стэнфорда. Сегодня у меня в гостях доктор Джек Фельдман. Доктор Джек Фельдман, выдающийся профессор нейробиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он известен своими новаторскими работами в области нейробиологии и дыхания. Мы все знакомы с дыханием и с тем, насколько оно важно для жизни. Нам необходим кислород, и только с помощью дыхания мы можем обеспечить кислородом все клетки нашего мозга и тела. Однако, как показывает работа доктора Фельдмана и его коллег, дыхание также имеет фундаментальное значение для здоровья органов и их функционирования на огромном количестве других уровней. На самом деле, то, как мы дышим, в том числе, как часто мы дышим, глубина нашего дыхания и соотношение вдохов и выдохов фактически предсказывает, как мы дышим, насколько мы сосредоточены, как легко погружаемся в сон, как легко можем выйти из него. Доктору Фельдману принадлежит заслуга открытия двух основных мозговых центров, которые контролируют различные паттерны дыхания. Сегодня ты узнаешь об этих мозговых центрах и паттернах дыхания, которые они контролируют, а также о том, как эти различные паттерны дыхания влияют на все аспекты твоей умственной и физической жизни. Что особенно замечательно в докторе Фельдмане и его работе, так это то, что она не только указывает на критическую роль дыхания в нашей жизни, болезни в здоровье и в повседневной жизни, но он также практикующий врач. Он понимает, как использовать определенные аспекты процесса дыхания, чтобы настроить мозг на определенные состояния, которые могут принести пользу всем нам. Независимо от того, являетесь ли вы человеком, который уже практикует дыхательную гимнастику, или вы тот, кто просто дышит, чтобы остаться в живых. К концу сегодняшней дискуссии вы узнаете огромное количество о том, как происходит дыхание. Вот как работает система, и как вы можете использовать эту дыхательную систему для достижения конкретных целей в вашей жизни. Доктор Фельдман делится с нами своими собственными протоколами дыхания, которые он использует, и предлагает различные способы изучения дыхания таким образом, чтобы вы могли, например, быть более сосредоточенными на работе, чтобы отвлекись от работы. При сильном стрессе человек старается быстро успокоиться. И действительно, он объясняет не только, как это сделать, но и все научные основы таким образом, чтобы вы могли настроить свои собственные протоколы в соответствии с вашими потребностями. Все гости, которых мы приводим на подкаст в Кубамонлаб, считаются лучшими специалистами в своей области. Сегодняшний гость, доктор Фельдман, не только является лучшим специалистом в своей области, он основал эту область. До того, как он пришел в неврологию из области физики, на самом деле было очень мало информации о том, как мозг управляет дыханием. Информации было немного, но мы действительно можем отдать должное доктору Фельдману и его лаборатории за выявление конкретных областей мозга, которые контролируют различные паттерны дыхания, и за то, как они работают. Эта информация может быть использована в интересах здравоохранения, за высокие результаты и за борьбу с болезнями. Итак, в ходе сегодняшней беседы ты многому научишься у ведущего исследователя в этой области. Это действительно замечательная и особенная возможность поделиться с тобой его знаниями, и я знаю, что тебе это не только понравится, но и ты многому научишься огромное количество. Прежде чем мы начнем, я хотел бы подчеркнуть, что этот подкаст не связан с моей преподавательской и исследовательской деятельностью в Стэнфорде. Тем не менее, это часть моего желания и усилий донести до широкой публики информацию о науке и связанных с ней инструментах без каких-либо затрат. В соответствии с этой темой, я хотел бы поблагодарить спонсоров сегодняшнего подкаста. Наш первый спонсор — Тисос. Тисос — это компания, производящая ноотропы. Так вот, я уже говорил ранее в подкасте и в других местах о том, что мне не очень нравится термин ноотропы, который означает «умные лекарства», потому что «умные» означают много разных вещей в самых разных контекстах. У тебя есть творческий потенциал, ты умеешь сосредотачиваться и переключаться с одной задачи на другую. Так вот, идея о том, что будет одна таблетка или одна формула, которые могут сделать нас умнее и лучше во всех этих вещах одновременно, просто не поддается логике. На самом деле, разные химические вещества и разные системы мозга лежат в основе нашей способности к творчеству, переключению задач или концентрации внимания. И это основа нашего тезиса. Тезиса компании, которая производит ноотропы, нацеленные на достижение конкретных результатов. Другими словами, это специфические ноотропы, которые приведут ваш мозг в состояние, идеально подходящее для того, чего вы пытаетесь достичь. В ТИСОС используются ингредиенты очень высокого качества, о многих из которых я уже говорил ранее в подкасте, такие как ТХА, гинго-билоба и фосфатидилсирин. Я рассказывал об этом в подкасте о СДВК. Это лишь некоторые из компонентов так называемой логической формулы. Существует множество исследований, показывающих, что гинго-билоба может быть очень полезен для повышения концентрации внимания и даже для людей с СДВК. Однако я не могу этого вынести. Когда я принимаю его, у меня начинаются очень сильные головные боли. Я знаю некоторых людей, которые это делают, а некоторых нет. У них не болит голова, когда они принимают гинго-билоба. Это отличный пример того, почему ноотропы должны подбираться индивидуально. ТИС создает вам возможность попробовать различные смеси в течение месяца и выяснить, какие ноотропные формулы лучше всего подходят для вашего уникального химического состава мозга и генетики, а какие лучше всего подходят для конкретных обстоятельств. Так вот, у них, например, есть такая формулировка, как мотивация. У них есть и другая формулировка, которая отличается ясностью. У них есть и другая формулировка, которая называется логикой. и каждая из них сформулирована специально для тебя и соответствует определенной конечной точке или целевому настрою для твоей конкретной работы. Так что, как следствие, формулировки, к которым ты придешь, с очень высокой вероятностью дадут тебе желаемые результаты. В дополнение к такому детальному уровню персонализации, Тисос делает еще один шаг вперед, предлагая бесплатные консультации с тренером по работе с мозгом, которые помогут тебе оптимизировать свой опыт и набрать в твоих любимых и лучших формулах. Я пользуюсь Тисос уже почти 6 месяцев и могу с уверенностью сказать, что их наотропы полностью изменили мою жизнь. Больше всего мне нравится их формула мотивации, которую они разработали специально для меня. Когда я использую эту формулу, у меня очень ясное состояние ума, у меня даже появляется энергия, и я использую ее с раннего утра до полудня, чтобы выполнить основную часть своей самой важной работы. Чтобы получить свой персональный стартовый набор наотропов, вы можете зайти в интернет и пройти курс лечения. Пройдите трехминутный тест, и мы вышлем вам четыре различные формулы, которые вы сможете попробовать в течение первого месяца. Это и есть TakeTasis. Зайдите на сайт меньше чем у RL больше чем и используйте код Huboman при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10% на свой первый заказ. Сегодняшнюю серию мы также получили от Athletic Greens. Athletic Greens — это витаминно-минеральный пробиотический набиток все в одном. Я употребляю Athletic Greens с 2012 года, и поэтому я очень рад, что они спонсируют этот подкаст. Причина, по которой я начал принимать Athletic Greens и продолжаю принимать Athletic Greens, заключается в том, что она удовлетворяет все мои потребности в витаминах, минералах и пробиотиках. В настоящее время накоплено множество данных, свидетельствующих о том, что нам нужны не только витамины и минералы, но и здоровое питание. Микробиум кишечника. Микробиум кишечника — это набор нервных связей, которые связывают микробиотов. Буквально микробактерии, которые живут в нашем кишечнике и которые полезны для нас с помощью наш мозг функционирует. И наш мозг также взаимодействует с нашим кишечником двунаправленным образом. И этот диалог жизненно важен для обмена веществ, для эндокринной системы, то есть для гормональной системы, а также для общего настроения и когнитивных способностей. Сейчас накопилось так много данных, указывающих на то, что нам нужен здоровый микробиум кишечника и так называемая ось мозг кишечника. Принимая спортивную зелень один или два раза в день, я могу получать витамины, минералы и пробиотики, необходимые для оптимального функционирования всех этих систем. И еще раз повторю, что она великолепна на вкус и полезна для меня. На самом деле, если люди спрашивают меня, какую добавку мне следует принимать, они могут принимать только одну добавку. Я рекомендую Athletic Greens по всем причинам, которые я упомянул. Если ты хочешь попробовать Athletic Greens, то можешь зайти в Athletic Greens. Зайди на сайт «Меньше чем у РЛ Больше, чем», чтобы получить специальное предложение. Они дарят тебе пять бесплатных наборов для путешествий, которые представляют собой маленькие дорожные наборы, позволяющие легко смешивать Athletic Greens, пока ты в дороге или в офисе, в машине или в самолете и так далее, и годовой запас витамина D3 плюс K2. Существует также множество доказательств того, что витамин D3 жизненно важен для нашего здоровья в целом, а витамин K2 также важен для здоровья сердечно-сосудистой и других систем. Большинство из нас не получает достаточного количества витамина D3 или K2, даже если мы получаем немного солнечного света. Еще раз повторю, если вы ходите в Athletic Greens, com.vertical.hubaman, вы получаете пять бесплатных дорожных наборов, годовой запас витамина D3 плюс к двум. Athletic Greens, com.hubaman, это то место, куда вы можете обратиться, чтобы воспользоваться специальным предложением. Сегодняшний эпизод также представлен нам Headspace. Headspace — это приложение для медитации, которое поддерживается 25 опубликованными исследованиями и имеет более 600 тысяч пятизвездочных отзывов. Я давно верю в медитацию. Сейчас так много данных указывают на то, что регулярная медитация приводит к снижению уровня стресса, повышению концентрации внимания и лучшему переключению задач. И когнитивные способности. Это просто продолжается и продолжается. Я имею в виду, что сейчас в качественных журналах опубликованы буквально тысячи рецензируемых исследований, указывающих на преимущество регулярной практики медитации. Проблема медитации в том, что многие люди, включая меня, с трудом придерживаются этой практики. С помощью Headspace очень легко начинать и продолжать медитацию. Причина этого в том, что у них есть медитации разной продолжительности и в разных стилях, так что медитация вам не надоест. И даже если у вас есть всего 5 минут, есть 5-минутные медитации. Если у вас есть 20 минут, что было бы еще лучше, есть 20-минутные медитации. С тех пор, как я начал использовать Headspace, я был последователем своей медитации. В свои лучшие недели я занимаюсь медитацией от 5 до 7 раз в неделю, а иногда это количество сокращается до 3. И тогда я обнаруживаю, что с Headspace я могу быстро вернуться к ежедневным занятиям медитации за огромное разнообразие и великолепное. У них есть медитации, которые они практикуют. Если ты хочешь попробовать Headspace, то можешь перейти в Headspace. Заходи на сайт меньше чем URL, больше чем специальное предложение. Если ты это сделаешь, то сможешь получить бесплатную месячную пробную версию с полной библиотекой медитации Headspace для любой ситуации. Это лучшее предложение, которое Headspace предлагает на данный момент. Так что еще раз повторяю, если тебе интересно, заходи в Headspace. На меньше чем URL, больше чем специальное предложение. Прежде чем мы перейдем к разговору с доктором Фельдманом, еще одно небольшое замечание. В сегодняшнем выпуске мы обсудим множество дыхательных практик, и к концу выпуска все они будут вам доступны. Однако я знаю, что есть много людей, которые хотят углубиться в науку и практические инструменты работы с дыханием. И по этой причине я хочу рассказать тебе об одном ресурсе. Этот ресурс сопряжен с определенными затратами, но это потрясающая платформа для изучения дыхательных практик, создания множества различных упражнений, которые вы можете выполнять или которым могли бы научить. Это называется наш коллектив по дыхательной гимнастике. Я не связан с коллективом по дыхательной гимнастике, но доктор Фельдман является консультантом группы. И они предлагают ежедневные занятия по дыхательной гимнастике с кидом в прямом эфире, библиотеку по запросу, где вы можете в любое время попрактиковаться в бесплатных семинарах по дыхательной гимнастике. И они действительно разработаны экспертами в этой области, в том числе доктором Фельдманом. Так что, как я уже упоминал, я не состою в их консультативном совете, но я знаю их и их работу, и она отличается высочайшим качеством. Так что я считаю, что любой, кто хочет научиться или преподавать дыхательную гимнастику, может извлечь реальную пользу из этого курса. Если вы хотите узнать больше, вы можете перейти по ссылке в примечаниях к шоу или посетить нашу дыхательную коллекцию. Заходите на сайт «меньше чем URL больше, чем вертикальный слэш Хуберман», используйте код Хуберман при оформлении заказа. И если вы сделаете это, они предложат вам скидку в размере 10% в течение первого месяца. Еще раз повторю, это наша коллекция предколлектов. Свяжитесь с нами по адресу вертикальный слэш Хуберман, чтобы получить доступ к нашей коллекции Брис Коллектива. А теперь перейдем к моему разговору с доктором Джеком Фельдманом. Спасибо, что присоединился ко мне сегодня. Эндрю, мне очень приятно быть здесь. Да, я долго ждал этого момента. Ты мой источник информации обо всем, что касается дыхания. Я имею в виду, что дышу сам по себе, но когда я хочу понять, как я дышу и как взаимодействует мозг и дыхание, я обращаюсь именно к тебе. Что же я сделаю все, что в моих силах? Как ты знаешь, мы многого не понимаем, что до сих пор не дает мне покоя. Но мы действительно многое знаем. Почему бы нам не начать с простого разговора о том, что участвует в создании дыхания? И не могли бы вы прокомментировать некоторые механизмы, отличающие ритмичное дыхание от неритмичного? Хорошо, и так, с механической точки зрения, которая очевидна для всех, мы хотим, чтобы воздух поступал внутрь, вдыхал, и нам нужно, чтобы воздух выходил наружу. И причина, по которой мы это делаем, заключается в следующем. Это необходимо сделать именно потому, что для обмена веществ в организме мы. Мне нужен кислород. А когда кислород используется в процессе аэробного метаболизма, мы производим углекислый газ. И так мы должны избавиться от углекислого газа, который мы производим, в частности потому, что углекислый газ влияет на кислотно-щелочной баланс крови, РН. И все живые клетки очень чувствительны к нему. Каково значение район, таково и ваше тело. Я очень заинтересован в регулировании этого показателя РН. Поэтому у нас должно быть достаточно кислорода для нормального обмена веществ, и мы должны избавиться от КО-2, который мы производим. Итак, как мы создаем этот поток воздуха? Ну что же, воздух поступает в легкие. Мы должны расширить легкие, и по мере того, как легкие расширяются, они становятся похожими на воздушный шарик, который можно разорвать на части. Давление внутри этого шарика падает, и воздух начинает поступать в него. Итак, мы расширяемся, оказываем давление на легкие, чтобы раздвинуть их, это снижает давление в воздушных мешочках, называемых альвеолами, и воздух будет поступать внутрь. Потому что давление снаружи тела выше, чем давление внутри тела, когда мы дышим. Когда ты вдыхаешь, ты делаешь это расширение. Что вызывает это расширение? Ну что же, основная мышца, это диафрагма, которая находится внутри тела чуть ниже легкого, и когда вы хотите вдохнуть, вы по сути сокращаете диафрагму, и она тянет ее вниз. И по мере того, как оно опускается, на легкое оказывается давление, и оно стремится расшириться. В то же время, грудная клетка будет вращаться вверх и наружу, расширяя тем самым полость грудной клетки. В конце вдоха, в нормальных условиях, когда вы испытываете агрессию, вы просто расслабляетесь, и это похоже на натяжение пружины. Вы опускаете пружину, отпускаете ее и расслабляетесь. И так вы вдыхаете и выдыхаете. Вдыхайте, расслабляйтесь и выдыхайте. Значит, выдох пассивный? В состоянии покоя он пассивный. Мы поговорим о том, что происходит, когда вам нужно увеличить количество воздуха, которое вы вдыхаете, потому что ваша вентиляция и обмен веществ ускоряются, как во время тренировки. Теперь сами мышцы, скелетные мышцы, ничего не делают, пока нервная система не прикажет им что-то сделать. И когда нервная система приказывает им что-то сделать, они сокращаются. Итак, в спинном мозге, а затем над спинным мозгом, в области, называемой стволом головного мозга, есть специализированные нейроны, которые отвечают за дыхательные мышцы. В частности, за вдох в диафрагме и наружных межреберных мышцах. У тебя хорошо развиты мышцы грудной клетки. И они сокращаются. Так вот, эти дыхательные мышцы, эти мышцы вдоха, становятся активными, и они становятся активными в течение определенного периода времени, затем они замолкают. А когда они замолкают, мышцы расслабляются. Вернись к их первоначальному уровню покоя. Откуда берется та активность в этих нейронах, которые обновляют мышцы, которые называются двигательными нейронами, откуда она берется? Ну что же, этот вопрос обсуждался тысячи лет, и когда я был начинающим доцентом, для меня было довольно приоритетной задачей попробовать и разберись с этим. Потому что я хотел понять, откуда берется этот ритм дыхания, а ты не мог понять, откуда он исходит, пока не поймешь, откуда он исходит. И я неправильно сформулировал это. Ты не сможешь понять, как это делается, пока не узнаешь, где искать. Итак, мы провели множество экспериментов, которые я могу подробно описать. И наконец обнаружили, что в стволе головного мозга есть область, которая находится как бы над спинным мозгом. Это было критически важно для создания такого ритма. Это называется комплекс Доботцингера. И мы можем поговорить о том, как он был назван. Этот небольшой участок, который содержит в организме человека несколько тысяч нейронов, расположен с обеих сторон и работает в тандеме, и каждый вдох начинается с нейронов внутри. Эта область начинает активироваться, и затем эти нейроны в конечном итоге соединяются с двигательными нейронами, идущими к диафрагме и к внешнему дыханию. Когда нейроны в комплексе Доботцингера заканчивают свою активность, то вдох прекращается, а затем вы начинаете выдыхать из-за этой пассивной отдачи легких и грудной клетки. Не мог бы я ненадолго прервать тебя, чтобы задать несколько коротких вопросов, разумеется. Прежде чем мы перейдем к этому очень информативному ответу, у меня есть два вопроса. Известно ли что-нибудь об активации диафрагмы и межреберных мышц между ребрами? Как это связано с дыханием носом или ртом? Активируются ли они эквивалентным образом, независимо от того, дышит ли кто-то носом или ртом? Я не думаю, что у нас есть полный ответ на этот вопрос. Очевидно, что существуют различия между носовым и ротовым дыханием. В состоянии покоя мы склонны дышать носом, потому что потоки воздуха, необходимые для нормального дыхания, легко проходят через носовые полости. Однако, когда ваша вентиляция должна увеличиться, например, во время тренировки, вам нужно перемещать больше воздуха, вы делаете это через рот, потому что дыхательные пути расширяются. Тогда они намного больше, и поэтому вы можете перемещать гораздо больше воздуха, но на том же уровне. Межрёберные мышцы и диафрагма, сокращаясь, практически не зависят от того, открытый нос и рот или нет. Хорошо, и так, если я правильно понимаю, нет причин подозревать, что в области ствола мозга до Ботцингера существуют особые, возможно, даже не пересекающиеся наборы нейронов. Это спровоцировало вдыхание носом, а не ртом? Нет, я бы сказал, что дело не в том, что комплекс Ботцингера не затронут и не может повлиять на это. Но не похоже, что существует какая-либо модуляция того, так это или нет. Откуда поступает воздух, неважно, идёт ли он через носовые проходы или через рот. Это здорово. Спасибо тебе. Ещё один вопрос, который у меня возникает, заключается в том, что эти межрёберные мышцы между рёбрами затем двигают рёбра вверх и наружу, если я правильно понимаю. А диафрагма, это эти скелетные или, как сказали бы британцы, скелетные мышцы или гладкие мышцы? О каком типе мышц мы здесь говорим? Как я уже говорил ранее, это скелетные мышцы, я не говорил, что есть скелетные мышцы, но это мышцы, которые нуждаются в нейронной связи, чтобы двигаться. Ты говорил о гладких мышцах. Это специализированные мышцы, такие как у нас в кишечнике и в сердце, и это мышцы, которые они действительно способны сокращаться и расслабляться сами по себе. Итак, сердце бьётся, и для этого ему не нужна нейронная связь. Нейронные сигналы модулируют его силу и частоту, но при этом оно бьётся само по себе. Скелетные мышцы, участвующие в дыхании, нуждаются в нейронных сигналах. Так вот, есть гладкие мышцы, которые влияют на дыхание, и это мышцы, выстилающие дыхательные пути. Итак, дыхательные пути имеют гладкую мускулатуру, и когда они активизируются, гладкая мускулатура может сокращаться или расслабляться. А когда они сокращаются ненадлежащим образом, у вас возникают проблемы с дыханием, например. У меня астма. Астма – это состояние, при котором происходит чрезмерное сокращение гладкой мускулатуры дыхательных путей. Итак, нет никаких оснований полагать, что при астме Пре-Боцингер или другие нейронные центры в мозге, которые активируют дыхание, вовлечены в такие явления, как астма, или являются их причиной? На данный момент я бы сказал, что большинство доказательств говорит о том, что это не имеет отношения к делу, но мы ещё не до конца исследовали этот вопрос. Спасибо тебе. Извини, что прерываю твой поток информации, но мне было ужасно интересно узнать ответы на эти вопросы, и ты их предоставил, так что спасибо тебе. А теперь напомни мне ещё раз, где я был в моём, мы только что приземлились в Пре-Боцингере, и мы вернёмся к названию Пре-Боцингера. Потому что это действительно замечательная и важная история, о которой, я думаю, люди должны знать. Но, может быть, вы могли бы провести нас по мозговым центрам, которые вы открыли, а также над которыми работали другие исследователи, которые управляют дыханием. Да, Боцингера, а также связанными с ними структурами. Всё в порядке. Итак, когда мы открыли Пре-Боцингер, мы подумали, что он является основным источником всех ритмичных дыхательных движений, как на вдохе, так и на выдохе. Их представление о едином источнике похоже на день или ночь. Это похоже на то, что все они приходят, все они имеют одно и то же происхождение, что Земля вращается, и день сменяет ночь. И мы подумали, что комплекс до Боцингера будет состоять из вдоха и выдоха. А затем, в ходе серии экспериментов, которые мы провели в начале 2000 года, мы обнаружили, что, по-видимому, существует еще одна область, которая доминирует в производстве выдоха. Движение – это выдох. Мы допустили фундаментальную ошибку, открыв Пре-Боцингера, не приняв во внимание, что в состоянии покоя мышечная активность, связанная с выдохом, пассивно. Итак, если это так, то группа нейронов, которые могут генерировать активный выдох, то есть сокращать мышцы, связанные с выдохом, как у мышцы брюшного пресса, или внутренние межреберные мышцы просто молчат. Мы просто думали, что это не так, воздух поступал из одного места, но у нас есть доказательства того, что на самом деле он мог поступать из другого места. И продолжая эти эксперименты, мы обнаружили, что существует второй генератор, и этот генератор участвует в генерации того, что мы называем активный срок годности. Это и есть действие, если я начну выдыхать. Да, выдыхать, или когда ты начинаешь тренироваться, ты должен начать тяжело дышать и на самом деле выпустить воздух. Эта группа клеток, которая молчит в состоянии покоя, внезапно становится активной, чтобы управлять этими мышцами. И кажется, что это независимый генератор колебаний, когда, возможно, вы могли бы просто разъяснить людям, что такое осциллятор. Хорошо, осциллятор это нечто, что движется по циклу. Итак, в качестве осциллятора можно использовать маятник, который движется взад и вперед. Земля это осциллятор, потому что она вращается вокруг своей оси днем и ночью. Настроение некоторых людей подвержено колебаниям. Оно колеблется. И это зависит от того, насколько они регулярны. У вас могут быть очень регулярные колебания или те, что находятся в часах, а могут быть и спорадические или эпизодические. Дыхание это один из тех осцилляторов, которые на протяжении всей жизни должны работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Оно начинается в конце третьего триместра, потому что оно должно работать с момента вашего рождения, и по сути работает на протяжении всей жизни, и если оно прекращается. Если нет вмешательства более чем на несколько минут, оно прекращается. Скорее всего, это приведет к летальному исходу. Как называется этот второй генератор? Ну что же, мы обнаружили его в области вокруг лицевого ядра, поэтому изначально, когда эта область была идентифицирована, мы думали, что она вовлечена в процесс. Улавливание углекислого газа, это было то, что мы называем центральным химическим рецептором. То есть мы хотим поддерживать уровень углекислого газа, особенно в головном мозге, на относительно стабильном уровне, потому что мозг чрезвычайно чувствителен к изменениям РН. Если произойдет большой сдвиг в содержании углекислого газа, произойдет большой сдвиг и в районе Н мозга, и это приведет к сбою в работе вашего мозга. Если я могу использовать технический термин, не в своей тарелке. Итак, ты хочешь регулировать это, а чтобы регулировать что-то в мозге, у тебя в мозгу есть датчик. И другие в основном определили, что вентральная поверхность ствола мозга, то есть часть ствола мозга, которая находится с этой стороны, имеет решающее значение для этого. А затем мы определили структуру, которая... Я был рядом с ядром трапеции. Оно не было названо ни в одном из этих анатомических атласов, так что мы просто взяли название из головы и назвали его ретро-ядром трапеции. Я должен пояснить для людей, когда Джек говорит о трапециевидной мышце, он не имеет в виду трапециевидной мышцы. Трапециевидная форма относится к форме этого ядра, этого скопления нейронов. Парафациальная область заставляет меня думать, что эта область в целом связана с чем-то, связанным со ртом или лицом. Эта область богата нейронами, управляющими другими частями лица, такими как моргание глаз, подергивание носа, изгиб губ, причмокивание губами. Если вернуться назад в эволюционном смысле, то многие вещи, которые трудно понять, начинают обретать смысл, когда вы смотрите на эволюцию лица. Нервная система. Если говорить о контроле над лицевыми мышцами, то это восходит к более примитивным существам, потому что им приходилось брать что-то в рот для еды. Поэтому мы называем это как бы развитием лица, когда были глаза и рот. Эти ядра, модем, который содержал двигательные нейроны, и множество управляющих систем для них были разработаны в непосредственной близости. Так вот, если вы подумаете о лице, то увидите множество неожиданных ядер, которые играли различные роли в разные периоды эволюции. И в какой-то момент эволюции лицевые мышцы, вероятно, были очень важны для перемещения жидкости в рту и из него, а также для перемещения воздуха внутри-наружи, выходит изо рта и таким образом является частью этих множества различных субидер. Похоже, что у млекопитающих этот орган участвует в контроле мышц, отвечающих за выдох. Но мы должны помнить, что млекопитающее это нечто особенное, когда речь заходит о дыхании, потому что мы единственный класс позвоночных, у которых есть диафрагма. Если вы посмотрите на амфибии и рептилий, то увидите, что у них нет диафрагмы. И то, как они дышат, заключается не в активном вдохе и пассивном выдохе. Они дышат активным выдохом и пассивным вдохом, потому что у них нет мощной дыхательной мышцы. И где-то на этом пути развилась диафрагма, и существует множество теорий о том, как она развивалась. Я не думаю, что это особенно ясно. У аллигаторов и ящериц было нечто, что могло превратиться в мышцу, которая и была диафрагмой. Удивительная особенность диафрагмы в том, что она механически чрезвычайно эффективна. И что я имею в виду под этим? Ну что же, если вы посмотрите на то, как кислород поступает извне в кровоток, то увидите, что критический путь прохождения кислорода лежит через мембрану в легких. Это называется альвеолярно-капиллярная мембрана. Альвеолы – это часть легкого, и кровь течет по капиллярам, которые являются самыми маленькими трубочками в системе кровообращения. И в этот момент кислород может поступать из заполненных воздухом альвеол в кровь. Это потрясающе. Я нахожу это удивительным, даже если это чисто механическая идея, что у нас в легких есть эти маленькие мешочки. Мы вдыхаем, воздух поступает внутрь. И кислород буквально может попадать в кровоток. Попадает в кровоток. Но скорость, с которой она проходит, зависит от характеристик мембраны, расстояния между альвеолой и кровеносным сосудом-капилляром. Но ключевым элементом является площадь поверхности. Чем больше площадь поверхности, тем больше кислорода может пройти через нее. Это полностью пассивный процесс. В том, чтобы заставить кислород поступать внутрь, нет никакого волшебства. А теперь скажи, как тебе удается вместить большую площадь поверхности в маленький сундучок? Ну что же ты начинаешь с одной трубки, которая является трахеей? Трахея расширяется. Теперь у тебя есть две трубки. Затем у тебя есть четыре трубки, и они продолжают разветвляться. В какой-то момент на конце этих веточек вы помещаете маленькую сферу, которая является альвеолой, и это определяет, какой будет площадь поверхности. Теперь у вас возникает механическая проблема. У вас есть площадь поверхности, и вы должны быть в состоянии разобрать ее на части. Итак, представьте, что у вас есть маленький квадратик эластичной мембраны, для того чтобы раздвинуть его, не требуется большого усилия. Но теперь, если вы увеличите его в 50 раз, вам потребуется гораздо больше усилий, чтобы разобрать его на части. Так вот, амфибии, которые дышали, не сжимая легкие, а просто пассивно расширяя их, не могли генерировать большую силу, поэтому у них относительно мало ответвлений. Итак, если вы посмотрите на площадь поверхности, которую они занимают в своих легких, относительно размера их тела, то увидите, что это не очень впечатляет. В то время как у млекопитающих количество разветвлений составляет от 4 до 500 миллионов альвеол. Если бы мы увеличили эти 4 до 5 миллиардов до 100 миллионов, то получилось бы от 4 до 500 миллионов, то получилось бы от 4 до 500 миллионов, 100 миллионов, извините меня, и разложили бы их ровно, о какой площади поверхности мы говорим. Около 70 квадратных метров, что составляет примерно треть размера теннисного корта. Вау. Таким образом, у тебя внутри есть мембрана размером в треть теннисного корта, которую тебе приходится расширять при каждом вдохе. И ты делаешь это без особых усилий, ты этого не чувствуешь, и это потому, что у тебя есть удивительная мышца, диафрагма, которая из-за его расположения можно расширить, просто сдвинув на 2 трети дюйма вниз. Этой мембраны достаточно, чтобы воздух поступал в легкие. А теперь в состоянии покоя вау. Объем воздуха в твоих легких составляет около 2,5 литров. Нам нужно преобразовать его в кварц? Нет. Правильно, значит, около 2,5 литров. Когда вы делаете вдох, вы принимаете еще 500 миллилитров или пол-литра. Это примерно с мой кулак размером. Таким образом, вы увеличиваете объем на 20%, но для этого натягиваете мембрану площадью 70 квадратных метров. Но этого достаточно, чтобы в легкие поступало достаточно свежего воздуха, который смешивается с уже имеющимся воздухом. И уровень кислорода в вашей крови повышается с парциальное давление кислорода. Это от 40 миллиметров ртутного столба до 100 миллиметров ртутного столба. Таким образом, это огромное увеличение содержания кислорода, и этого достаточно для поддержания нормального обмена веществ. Таким образом, у нас есть удивительное механическое преимущество благодаря диафрагме. Как ты думаешь, наш мозг больше, чем у других млекопитающих, отчасти из-за количества кислорода, которое мы смогли ввести в наш организм? Я бы сказал, что ключевым шагом в развитии большого мозга, постоянно нуждающегося в кислороде, является диафрагма. Без диафрагмы ты амфибия, и есть еще одно решение увеличить потребление кислорода, которым дышат птицы. Но у птиц есть другие ограничения, и они не могут дышать. И все же. Мозг у них не такой большой, как у млекопитающих. Так вот, мозг потребляет примерно 20% всего кислорода, который мы потребляем, и ему нужно постоянно это делать. Мозг не хочет, чтобы им пренебрегали. Таким образом, это предъявляет определенные требования к дыхательной системе. Другими словами, вы не можете отключить его на некоторое время, что создает другие проблемы. Ты родился и должен повзрослеть. У тебя маленькое тело, у тебя маленькие легкие, у тебя очень гибкая грудная клетка, и теперь ты должен вырасти взрослым, у которого более жесткая грудная клетка. И так в твоем мозгу и теле происходят изменения, в результате которых нейронный контроль дыхания должен меняться на лету. Это не так, как в таких вещах, как зрение, когда у тебя есть возможность поспать. И пока ты спишь, мозг способен делать вещи, которые являются это нелегко сделать во время бодрствования, например, когда строительная бригада приходит во время сна. Изменение дыхания было описано как попытка построить самолет во время полета. По сути, Джек говорит о том, что наука о дыхании более сложна и кропотлива, чем наука о зрении, и это прямой намек на меня, который некоторые из вас, возможно, пропустили, но я определенно не пропустил, и я ценю, что ты всегда это делаешь. Воспользуйся возможностью, как подобает добропорядочному жителю Нью-Йорка, и дай мне хороший, здоровый интеллектуальный толчок. У меня есть вопрос, связанный с диафрагмальным дыханием в сравнении с недиафрагматическим дыханием. Потому что, как ты это описываешь, диафрагма всегда задействована. Но с годами все меняется. Будь то занятие йогой или дыхательная гимнастика, или ты слышишь в интернете, что мы должны дышать диафрагмой, а не поднимать грудную клетку, когда мы дышим, дыхаем, и наши мышцы грудь, что это «полезнее» в воздушных кавычках или лучше как-нибудь сделать так, чтобы живот расширялся при вдохе. Я не знаю каких-либо конкретных исследований, в которых действительно изучалась бы прямая польза для здоровья диафрагмального дыхания по сравнению с недиафрагматическим. Но если вы не возражаете, прокомментируйте все, что вам известно о диафрагмальном дыхании. По сравнению с недиафрагматическим дыханием, независимо от того, склонны ли люди к диафрагмальному дыханию, по умолчанию или нет, и так далее. Я думаю, это было бы интересно многим людям. Ну, я думаю, что по умолчанию мы обязательно дышим диафрагмой. Могут быть патологии, при которых диафрагма нарушена, и вам приходится задействовать другие мышцы, а это непростая задача. Конечно, в состоянии покоя другие мышцы могут взять верх, но если вам нужно увеличить вентиляцию легких, диафрагма очень важна. В противном случае было бы трудно увеличить вентиляцию легких. Обращаете ли вы внимание на то, дышите ли вы так, чтобы ваш живот немного выпячивался, когда вы дышите? Ты вдыхаешь, потому что я могу делать это в обоих направлениях, верно? Я могу сделать вдох на вдохе, втянув живот, или я могу сделать вдох на вдохе, выпить и в диафрагму и выпить и в живот. Диафрагма не выпячивается, но это интересно, не так ли? Потому что в каждой версии задействованы совершенно разные мышцы. Ну что же, в контексте таких вещей, как дыхательная практика, я немного скептически отношусь к влиянию некоторых различных паттернов дыхания. Очевидно, что некоторые из них будут работать с помощью различных механизмов, и мы можем говорить об этом. Но на определенном уровне, например, будь то в первую очередь диафрагма, где вы двигаете брюшной полостью, или нет, я не сторонник этого. Я думаю, что изменения, которые вызывают дыхание в эмоциях и познании, у меня разные представления о том, в чем заключается это влияние. И я не вижу в этом главного, как именно. Какие именно мышцы ты выбираешь, но это может быть просто моим собственным предубеждением. Ладно. Мы вернемся к этому как к общей теме чуть позже. Я хочу спросить тебя о том, как ты вздыхаешь. Один из многих замечательных подарков, которые ты преподнес нам за эти годы, это понимание того, что мы называем физиологическими вздохами. Не мог бы ты рассказать нам о физиологических вздохах? Что о них известно? В чем заключается твой особый интерес к ним? И для чего они полезны? Это очень интересный и важный вопрос. Итак, у каждого есть представление о том, что такое вздох. Конечно, когда мы чувствуем себя эмоционально, в каком-то смысле испытываем стресс, мы особенно счастливы, делает глубокий вдох, мы можем немного вздохнуть. Оказывается, мы вздыхаем постоянно. И когда я спрашиваю людей, которые не особенно осведомлены, которые читали мои статьи или книгу Джеймса Нестера, или послушал ваш подкаст, они обычно расходятся на два порядка в том, как это делается. Мы часто вздыхаем, когда нам грустно. Другими словами, говорят, что раз в час, то есть 10 раз в день. Мы вздыхаем примерно каждые пять минут, и я бы посоветовал всем, кто считает это невероятным фактом, лечь в тихой комнате и просто дышать нормально, просто. Расслабься, просто расслабься и просто обрати внимание на свое дыхание, и ты заметишь, что каждые пару минут ты делаешь глубокий вдох и не можешь остановиться. Это просто случается. А теперь объясни почему. Ну что же, нам нужно снова вернуться к легкому. В легком есть 500 миллиардов альвеол, и они очень маленькие. Их диаметр составляет 200 микрон. Так что они действительно очень маленькие. И вы можете представить, что они заполнены жидкостью. Они покрыты жидкостью внутри. И причина, по которой они покрыты жидкостью, связана с эзотерикой механики этого процесса. Растягивать их немного легче с помощью этой жидкой нити, которая называется поверхностно-активным веществом. А поверхностно-активное вещество играет важную роль в процессе развития. Оно является определяющим фактором при рождении недоношенных детей. Если у них нет сурфактанта в легких, ухаживать за ними становится гораздо сложнее, чем после введения сурфактанта в легкие, что иногда, если я правильно помню, происходит. Судя по всему, в конце второго-начале третьего триместра. В любом случае, это плавная линия. А теперь представьте воздушный шар, который вы хотели бы надуть, но прежде чем вы его надуете, наполните воздушный шар водой, выжмите всю воду, и теперь, когда вы выжмите всю воду, вы заметите боковые стороны воздушного шара. Держитесь друг за друга. Почему так происходит? Ну, это потому, что вода обладает так называемым поверхностным натяжением. И когда у вас есть две поверхности воды вместе, они на самом деле имеют тенденцию прилипать друг к другу. Теперь, когда вы пытаетесь надуть этот воздушный шар, вы знаете, что это так, или вы заметите, если вы когда-либо делали это раньше, что воздушный шар немного сложнее надуть, чем если мы будем сухими внутри. Почему так происходит? Потому что тебе нужно преодолеть это поверхностное натяжение. Ну что же, твои альвеолы имеют тенденцию разрушаться. В них содержится 500 миллионов бактерий. Они разрушаются не с очень высокой скоростью, но это происходит медленно, и это нетривиально. И когда альвеола разрушается, она больше не может получать кислород или выводить углекислый газ. Это как бы исключается из уравнения. Так вот, если у вас их 500 миллионов, а вы теряете 10, ничего страшного, но если они продолжают разрушаться, вы можете потерять значительную часть-часть поверхности вашего легкого. Обычного вдоха недостаточно, чтобы они открылись, но если ты сделаешь глубокий вдох, они откроются. Через нос или рот, это не имеет значения. Все в порядке. Это не имеет значения. Или это просто увеличило объем легких, потому что ты просто тянешь легкие, и они раскрываются примерно каждые 5 минут. Итак, мы делаем это каждые 5 минут, чтобы сохранить здоровье наших легких. На заре развития искусственной вентиляции легких, которая использовалась для лечения жертв полиомиелита, страдавших слабостью дыхательных мышц, их помещали в эти большие стальные трубки. И таким образом, чтобы они могли работой. Это означает, что давление снаружи тела упадет. Это приведет к увеличению давления на легкие, простите, на грудную клетку. Грудная клетка расширится, а затем расширится и легкая. А затем давление вернется к норме, и легкие и грудная клетка придут в норму. Это было здорово для обеспечения вентиляции легких, но при этом был относительно высокий уровень смертности. Это было немного загадочно. И одним из решений было просто делать более глубокие вдохи. Они делали более глубокие вдохи, и уровень смертности снижался. И только в 50-х годах, я думаю, они поняли, что им не нужно увеличивать количество вдохов, чтобы стать большими. Все, что им нужно было делать, это время от времени делать один глубокий вдох. Итак, у вас есть пара минут нормального дыхания, а затем один глубокий вдох, просто имитирующий физиологические вздохи, и тогда уровень смертности значительно снизился. А если вы увидите кого-то на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице, если вы будете наблюдать, как каждые пару минут мембрана поднимается вверх и вниз. Каждые пару минут будет происходить супер-вдох, от которого она открывается. Итак, существуют механизмы, отвечающие за эти физиологические вздохи. Так вот, точно так же, как при коллапсе легких, когда требуется сильное давление, чтобы они раскрылись, происходит то же самое и с альвеолами. Вам нужно большее давление, а нормального дыхания недостаточно. Так что вам нужно сделать глубокий вдох. Джек вдыхает, Джек выдыхает, природа сделала так, что вместо того, чтобы требовать от нас помнить об этом, она делает это автоматически. И это происходит примерно каждые пять минут. И один из вопросов, который мы задали, заключается в том, как это происходит, почему каждые пять минут, что это делает. И мы вошли в это через заднюю дверь. Это типично для многих научных исследований. Это случайное событие, когда ты натыкаешься на статью, что-то щелкает, и ты просто следуешь за этим. Иногда ты заходишь в тупик, но это оказалось невероятно продуктивным. Один из ребят в моей лаборатории читал статью о стрессе, и во время стресса в организме происходит множество вещей, одна из которых заключается в том, что гипоталамус, который очень быстро реагирует на состояние организма, высвобождает пептиды, которые являются специализированными. Молекулы, которые затем циркулируют по всему мозгу и телу, как правило, оказывают определенное воздействие, помогая лучше справляться со стрессом. И еще один класс пептидов, которые при этом высвобождаются, называются пептидами, родственными бомбезину. И он также понял, потому что сам занимался дыхательной гимнастикой, что когда вы испытываете стресс, вы чаще вздыхаете. Поэтому мы сказали, хорошо, возможно это как-то связано. Бомбезин можно купить относительно дешево. Мы сказали, давай купим немного бомбезина и ведем его в ствол мозга, посмотрим, что произойдет. И одна из приятных особенностей некоторых экспериментов, которые мы пытаемся спланировать, заключается в том, что они быстро заканчиваются неудачей. Так вот, у нас появилась идея, мы добавляем бомбезин, и он ничего не дает, ничего не теряется, может быть 50 долларов на покупку бомбезина. Но если бы он что-то сделал, это могло бы представлять определенный интерес. Итак, однажды днем мы провели эксперимент, и он подошел ко мне и сказал, я не буду точно цитировать то, что он сказал, потому что это может потребовать цензуры. Но он сказал, посмотри на это. И это было в крысе. Крысы вздыхают примерно каждые две минуты. Они меньше нас, и им нужно вздыхать чаще. Частота их вздохов увеличилась с 20-30 до 500 в час, когда вы ввели бомбезин в комплекс до Ботцингера. Эндрю потрясающе. И вот как он это сделал. Он взял очень-очень тонкую стеклянную иглу, обезболил крысу и ввел эту иглу прямо в мозг. Комплекс до Ботцингера. Таким образом, это не было внутренней доставкой пептида. Он был локализован в предсердии Ботцингера, и частота вздохов зашкаливала. И я бы добавил, что это был важный эксперимент по доставке бомбезина непосредственно в это место, потому что можно было бы сделать вывод, что инъекция бомбезина увеличивала частоту вздохов, потому что это увеличивало стресс, а не напрямую. Ты все чаще вздыхаешь. Это одно из сотен других возможных толкований. И так, точность здесь очень важна. И это возвращает нас к тому, что я сказал в самом начале. Знание того, где это происходит, позволяет тебе провести надлежащее расследование. Если бы мы не знали, откуда берется ритм вдоха, мы бы никогда не смогли провести этот эксперимент. Итак, мы провели еще один эксперимент. Мы спросили, хорошо, а что произойдет, если мы возьмем клетки в пре-Ботцингере, которые реагируют на пептиды? Итак, нейроны будут реагировать на пептид, потому что у них есть специализированные рецепторы для этого пептида. И не каждый нейрон экспрессирует эти рецепторы. В комплексе до Ботцингера их, вероятно, несколько сотен из тысяч. Итак, мы использовали методику, которую использовали раньше. И эта методика, разработанная Дугом Лаффи в Сан-Диего, где вы можете взять пептид Ир, конъюгировать его с молекулой под названием сапарин. Сапарин – это молекула растительного происхождения, родственная рецину. Многие из ваших слушателей, возможно, слышали о рецине и о рибосомальном токсине. Он очень неприятный. Один удар зонтиком убьет тебя, что предположительно и произошло с болгарским дипломатом, которого российский оперативник убил на мосту в Лондоне. Он получил ножевое ранение, и принцип действия рецина заключается в том, что он проникает внутрь клетки, пересекает клеточную мембрану, проникает внутрь клетки и убивает вирус. Ячейка, затем она переходит к следующей ячейке, а затем к следующей ячейке, а затем к следующей ячейке. Это чрезвычайно опасно. На самом деле, в Соединенных Штатах с этим практически невозможно работать в лаборатории. Они не позволят тебе к этому прикоснуться. А рецин? Это рецин, потому что мы много раз работали с сапарином. Сапарин безопасен, потому что он не проникает через клеточные мембраны. Итак, если вам сделали инъекцию сапарина, он ничего не даст, потому что остается вне клеток. Пожалуйста, никому не делайте этого, даже если он не проникает через клеточные мембраны, пожалуйста, никому не водите сапарин, независимо от того, являетесь ли вы оперативником или кем-то еще. Спасибо тебе, Эндрю, за то, что защитил меня там. Так вот, Дук Лафи выяснил, что когда легант связывает рецептор, молекула связывается со своим рецептором, во многих случаях это комплекс-рецептор-легант. Он втягивается внутрь клетки, таким образом он проходит от клеточной мембраны внутрь клетки. Это похоже на то, что ты не можешь пойти на танцы в одиночку, но если вы вместе, то вы можете войти в дверь. Это правильно. Так вот, что он выяснил, он добавил сапарин к пептиду, пептид связывается со своим рецептором, он усваивается, а затем, когда, находясь внутри клетки, сапарин делает то же самое, что и рецинт. Это убивает ячейку, но тогда она не может перейти в следующую ячейку. Таким образом, единственные клетки, которые погибают, или как более вежливый термин, удаляются, это клетки, экспрессирующие этот рецептор. Итак, если у вас большое скопление клеток, у вас есть несколько тысяч, и только 50 из них экспрессируют этот рецептор, тогда вы вводите сапарин, конъюгированный с этим рецептором. Лиган для пептида, и только эти 50 клеток погибают. Итак, мы взяли бомбезин, конъюгированный с сапарином, ввели крысам комплекс Ботцингера, и потребовалось около пары дней, чтобы сапарин действительно уничтожил клетки. И вот что произошло, мыши начали вздыхать все реже и реже, извините меня, крысы начали вздыхать все реже и реже, и все меньше и меньше, и по сути перестал подписывать. Так это был ваш студент или постдок, не так ли? Вы уничтожили эти клетки, и как следствие вздохи прекратились. Ты прав. Как повлияло устранение вздохов на внутреннее состояние или поведение крыс? Другими словами, вызывали ли они физиологические вздохи? Если человек не может вздохнуть, то как это отразилось на душевном состоянии? Вы могли бы себе представить, что углекислый газ будет накапливаться быстрее или до более высоких уровней в крови, и что животные будут испытывать больший стресс? Это своего рода логическое продолжение того, как мы это организовали. На самом деле все было не так безобидно. Когда животные дошли до того, что перестали дышать, мы этого не определили, но предположили, что функция их легких значительно ухудшилась, и вся их жизнь в целом. Состояние здоровья значительно ухудшилось, и нам пришлось пожертвовать им. Так вот, я не могу сказать, был ли у них стресс или нет, но их дыхание настолько ухудшилось, что мы пожертвовали ими в тот момент. Так вот, мы не знаем, связано ли это конкретно с тем, что они не дышали, или же это было вторичное повреждение из-за того, что они не дышали. Тот факт, что некоторые клетки умирают, так что мы никогда этого не определяли. Теперь, после того, как мы провели это исследование, честно говоря, для нас не было первоочередной задачей вынести это за дверь и опубликовать. Так что это так и осталось лежать на полке. А потом мне позвонил аспирант Стэнфорда Кевин Якл, который начал задавать мне все эти интересные вопросы о дыхании, и я с радостью на них ответил. Но в какой-то момент это меня обеспокоило, потому что он работал на известного биохимика, который изучал легкие дрозофилы и плодовых мушек, Марка Краснова. Да, у меня есть коллега по соседству. Ты прав. Да. И я сказал, почему ты спрашиваешь меня об этом. И он ответил, я был студентом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и ты читал лекцию на моем курсе бакалавриата, и с тех пор мне стало интересно, как дышать. Так вот, это одна из тех вещей, о которых тебе, как профессору, нравится слышать, что на самом деле это то, что действительно повлияло на твою жизнь. О студенте. Когда у тебя родился конкурент, ты мог винить только себя. Нет, я не смотрю на это как на конкурента. Я думаю, что есть достаточно интересных вещей, которые можно продолжить. Я знаю, что некоторые из наших коллег-неврологов говорят, ты можешь работать в моей лаборатории, но потом, когда ты уйдешь из нее, тебе придется заняться чем-то другим. Никто из тех, кого я когда-либо обучал, не сказал бы этого. Это же открытое поле. Если хочешь над чем-то поработать, включайся в процесс. Но ведь есть и такие люди, и такие нейробиологи, как они. Я никогда такого не чувствовал. Я слышал, что у них нарушается работа дыхательных аппаратов. И это вызывает дисфункцию мозга, которая приводит к поведению, которое ты только что описал. На самом деле, это неправда. Но с точки зрения... Так себе, прежде чем мы поговорим о прекрасной истории с Яклом, Красновым и лаборатория Фельдмана, я... Просто хочу убедиться, что я все правильно понял. Значит, если физиологических вздохов не происходит, то, по сути, страдает дыхание в целом. Ну что же, это можно сравнить с наблюдениями за жертвами полиомиелиты и этими железистыми легкими, где основным недостатком было отсутствие гиперинфляции легких. И многие из них ухудшились и умерли. И просто для того, чтобы остановиться на этом еще на один момент, прежде чем мы перейдем к тому, что ты собирался описать. Мы часто слышим, что у людей случается передозировка различных лекарств, потому что они перестают дышать. Итак, барбитураты, алкоголь в сочетании с барбитуратами, распространенная причина смерти наркоманов, противопоказания к приему наркотиков и тому подобное. Ты постоянно слышишь о том, что знаменитости умирают из-за того, что они сочетали алкоголь с барбитуратами. Есть ли какие-либо доказательства того, что вздохи, которые происходят во время сна или в состоянии глубокой релаксации и успокоения, восстанавливают работу мозга? Потому что вы можете себе представить, что если вздохи не являются следствием воздействия какого-либо препарата на эти мозговые центры, то это может быть одной из причин, в основном у души и смерти. Если вы посмотрите на то, как любое млекопитающее приближается к смерти, вы обнаружите, что его дыхание замедляется, и смерть наступает по естественным причинам. Дыхание замедляется, оно прекращается, и тогда оно начинает задыхаться. Итак, у нас есть фраза «предсмертный вздох вдохи». Очень большие вдохи. Их часто описывают как попытку автоматической реанимации, когда вы делаете очень глубокий вдох, и возможно это поможет снова запустить двигатель. Мы не знаем, в какой степени такие вещи, как у души, на самом деле являются особенно громкими вздохами. Итак, если вы подавляете способность задыхаться у человека, который подвержен передозировке, то хотя они могли бы восстановить дыхание, если бы это было предотвращено, они больше не возбуждаются, так что это безусловно возможно, но это еще не было исследовано. Я имею в виду, что одна из вещей, которая меня интересует, касается людей, страдающих заболеваниями, которые могут повлиять на развитие комплекса Ботцингера. И есть данные о болезни Паркинсона и множественной системной атрофии, которая является еще одной формой нейродегенерации, при которой происходит потеря нейронов в предботцингеровском периоде. И вопрос в том, что это также может происходить при БАС, иногда называемом болезнью Лугеррига, боковым амиотрофическим склерозом. Эти люди часто умирают во время сна. У нас есть идея, которую мы не смогли заставить кого-либо протестировать, заключается в том, что пациенты с болезнью Паркинсона. Пациенты с люди с миллилитрами обычно нормально дышат во время бодрствования. Нарушения дыхания у них возникают во время сна. Так вот, у пациентов с болезнью Паркинсона на последних стадиях заболевания часто наблюдаются значительные нарушения режима сна, но не во время бодрствования. И мы думаем, что непосредственной причиной смерти может быть не сердечная недостаточность, а приступ апноя. Они перестают дышать и их не реанимируют. И эта реанимация может быть вызвана явным подавлением вздохов, а может и не быть, но общим подавлением дыхания. Весь аппарат комплекса до Ботцингера. Я понял. Спасибо тебе. Так вот, тебе звонит Йокл. Так вот, он звонит мне и говорит, что он отличный парень, очень умный, и он рассказывает мне об этих экспериментах, которые он проводит, когда ищет информацию в базе данных. Попробуй выяснить, какими молекулами обогащены участки мозга, которые имеют решающее значение для дыхания. Итак, мы вместе с другими исследователями нанесли на карту эти участки ствола мозга, и он просматривал одну из этих баз данных, чтобы узнать, чем они обогащены. И я сказал, это здорово. Не согласишься ли ты поучаствовать в нашей совместной работе? Он говорит, нет, мой консультант не хочет, чтобы я этим занимался. Поэтому я сказал, хорошо, но Кевин отличный парень, и мне нравится с ним общаться, и он умный парень, и то, что я нашел в академических кругах. Это то, что самые умные люди хотят нанимать только тех, кто умнее их, и предпочитают взаимодействовать с более умными людьми. Чем они? Преподаватели, которые не находятся на самом высоком уровне, и в каждом учебном заведении есть распределение. Те, кто находятся выше среднего уровня, и те, кто ниже среднего уровня, те, кто ниже среднего уровня, находятся под большой угрозой из-за этого. И я видел в Кевине что-то вроде сияющего света, и мне было все равно, собирается ли он превзойти меня, потому что все, что он делал, помогало мне в будущем. Фил, так что я сделал все, что мог, чтобы помочь ему, поработать с Кевином. Так вот, в какой-то момент меня пригласили выступить с большим докладом по неврологии в Стэнфорде. Оказалось, что студент-старшекурсник, который работал со мной, теперь возглавляет программу подготовки неврологов в Стэнфорде, и он пригласил меня. И в конце моего визита я захожу в офис Марка Краснова, а там Кевин и постдок пунктуально, который также работал там. Я работал там над одним проектом. Ближе к концу разговора Марк говорит мне, мы нашли одну молекулу, которая обладает высокой концентрацией В. Важной области для дыхания. Я сказал, о, это здорово, что это такое? А он ответил, я не могу тебе сказать, потому что мы хотим поработать над этим. И так я, конечно, разочарован, но я понял, что этика в некоторых областях науки или обычаи в некоторых областях науки таковы, что до тех пор, пока вы не получите публикацию. Вы будете относительно ограничены в распространении информации. Вот эта информация. Мы с Марком собираемся поболтать, когда я вернусь. Ладно, все в порядке. Да. Ну что же, возможно, он помнит эту историю по-другому, но я сказал хорошо, и когда я выхожу за дверь, я вспоминаю те эксперименты с бомбезином, которые я тебе описывал, и что это была единственная необычная молекула, над которой мы работаем. Так вот, причина, по которой я выбегаю за дверь, в том, что мне нужно успеть на самолет. Итак, я просунул голову внутрь и спросил, эта молекула связана с бомбезином? А потом я убежал, даже не дожидаясь ответа. Я могу быть готов к этому. Марк звонит мне и говорит, бомбезин? Пептид, который мы обнаружили, связан с бомбезином. Что он делает? И я сказал, я не буду рассказывать. Эндрю смеется, о боже. Я так рад, что не участвовал в этом сотрудничестве. Нет, нет, но это было своего рода подразнивание, потому что я сказал, ну что же, давай поработаем над этим вместе. А потом мы вместе поработали над этим. В тот момент это была дилемма заключенного, да. Итак, Кевин Йекл великолепен. У него есть собственная лаборатория в Калифорнийском университете, и работа, с которой я знаком благодаря Кевину, заслуживает упоминания сейчас. Или я попрошу вас упомянуть об этом, в чем и заключается эта взаимная связь. Существует связь между состоянием мозга, или можно даже сказать, эмоциональным состоянием и дыханием. И я хотел бы услышать твои мысли о том, как дыхание взаимодействует с другими процессами в мозге. Ты прекрасно описал, как дыхание управляет легкими, диафрагмой, взаимодействиями между кислородом и углекислым газом и так далее. Но, как мы знаем, когда мы испытываем стресс, наше дыхание меняется. Когда мы счастливы и расслаблены, наше дыхание меняется. Но также, если мы изменим наше дыхание, мы в некотором смысле сможем скорректировать наше внутреннее состояние. Какова взаимосвязь между состоянием мозга и дыханием? Если бы ты захотел, потому что я знаю, что тебе особенно нравится один конкретный аспект этого. Какова взаимосвязь между ритмами мозга, колебания, если хотите, и дыханием? Это тема, которая действительно заинтриговала меня за последние 10 лет. Я бы сказал, что раньше я был замкнут в себе, просто интересовался тем, как генерируется ритм дыхания, и на самом деле не обращал особого внимания на другие вещи. По какой-то причине я заинтересовался этим, и я думаю, что это было вызвано статьей в Нью-Йорк Таймс. Таймс о осознанности. Хочешь верь, хочешь нет, но несмотря на то, что я прожил в Калифорнии в то время 20 лет, я никогда не слышал о осознанности. Просто поразительно, насколько ты можешь быть изолирован от реального мира. Я погуглил и обнаружил, что в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе есть институт осознанности, где проводятся курсы медитации. Так что я сказал, о, это здорово, потому что теперь я могу понять, имеет ли дыхательная часть медитации какое-либо отношение к предполагаемым эффектам медитации. Я записался на курсы, и как я уже шутил, у меня было две цели. Во-первых, я хотел посмотреть, оказывает ли дыхание эффект, а во-вторых, научиться левитировать, потому что я вырос со всеми этими штучками кунг-фу. И все монахи могли левитировать, когда они медитировали, так почему бы и нет. У нас в лаборатории есть девиз. Ты не сможешь сделать ничего интересного, если боишься потерпеть неудачу, и если у меня не получится левитировать, что же, по крайней мере, я попытался. И я должен сказать тебе сейчас, что я все еще не сделал этого, но я еще не сдался. Пока еще нет. Пока еще нет. Я еще не сдался. Итак, я прошел этот курс осознанности, и мне стало очевидно, что дыхательная часть на самом деле имеет решающее значение. Это было не просто отвлечение внимания. Они могли бы заставить тебя двигать указательным пальцем для достижения того же эффекта. На самом деле мы верили, что здесь задействована дыхательная часть. Я не являюсь беспристрастным наблюдателем, так что вопрос в том, как я могу это продемонстрировать. Я не чувствовал себя компетентным в проведении экспериментов на людях, и я не чувствовал, что смогу разработать правильные эксперименты на людях. Но я чувствовал, что, возможно, смогу изучить это на грызунах. Итак, у нас появилась идея научить грызунов медитировать, и это смешно, но мы сказали, что если у нас получится, то мы действительно сможем изучить, как это делается. Это происходит на самом деле. Так что, хочешь верь, хочешь нет, но мне удалось получить что-то вроде гранта для стартапа, 21 доллар от Мексик, Национального института комплементарной медицины. Я должен упомянуть об этом замечательном институте. Наше правительство выделяет значительные налоговые средства на изучение таких вещей, как медитация, дыхательная гимнастика, пищевые добавки, травы и глоукалывание. Я думаю, что это не очень хорошо известно, и это невероятно, что наше правительство делает это, и я думаю, что это заслуживает одобрения и большего финансирования смеется. Я полностью с тобой согласен. Я думаю, что многие из нас, в том числе и многие ученые, считают, что это как раз то, что нужно для того, чтобы добиться желаемого, но мы узнаем все больше и больше. Раньше мы смеялись над нейроиммунологией, утверждая, что нервная система не имеет никакого отношения к иммунной системе и самой боли может повлиять на вашу иммунную систему. Я имею в виду, что есть все эти вещи, которые мы изучаем и которые мы используем, чтобы отмахнуться от них. И я думаю, что есть настоящие самородки, которые можно найти. Но учился здесь. Так вот, они пошли на риск и профинансировали этот конкретный проект. А теперь я собираюсь сделать шаг вперед, потому что в течение трех лет мы швыряли в стену все, что не работало. А недавно у нас произошел серьезный прорыв. Мы нашли протокол, с помощью которого мы можем заставить мышей дышать медленнее, разбудить мышей и заставить их дышать медленнее. Я тебе ничего не скажу. Обычно они не дышат медленно. Нет, нет. Другими словами, каким бы ни было их нормальное дыхание, мы могли бы замедлить его в десяти раз, и они прекрасно справляются с этим. Итак, мы могли бы делать это по 30 минут в день в течение четырех недель, хорошо? Это похоже на дыхательную практику. Они левитируют? Мы еще не измеряли это, смеется. Я бы сказал, что это очень важно. Мы не видели, чтобы они поднимались на крышу клетки, но мы их и не взвешиваем. Может быть, они весят меньше. Может быть, левитация классифицируется. Так что, возможно, если вы весите меньше, это своего рода частичная левитация. В любом случае, мы их протестировали. У нас были контрольные животные мыши, с которыми мы проделали все то же самое, за исключением того, что наши манипуляции не замедлили их дыхание. Так вот, они прошли через все остальное. Затем мы подвергли их стандартному кондиционированию воздуха, которое мы провели с моим коллегой Майклом Фэнселлоу, который является одним из настоящих гуру страха. И мы измерили стандартный тест, который заключается в том, чтобы поместить мышей в состояние, при котором они опасаются, что их ударит током. И их реакция будет такой, вот они и замораживают, и принимают меры. Насколько они напуганы, зависит от того, как долго они будут мерзнуть. Это хорошо проверено, и я не в состоянии оценить достоверность этого теста, но это действительно так. У контрольных мышей было такое же время замораживания, как и у обычных мышей. Те, которые прошли по нашему протоколу, замерзли намного, намного меньше. По словам Майкла, степень, в которой они проявляли меньшее оцепенение, была такой же, как если бы произошла серьезная манипуляция в менделевидном теле, которая является частью мозга, играющей важную роль в обработке страха. Это потрясающая перемена. Проблема, с которой мы столкнулись сейчас, заключается в том, что у Гранта закончились деньги, постдок, работавший над этим проектом, уволился. И теперь нам нужно попытаться собрать все воедино, но полученные данные впечатляют. Ну что же, я думаю, что это так, я просто прерву тебя на минутку, потому что я думаю, что ты говоришь об исследовании грызунов. Но я думаю, что преимущество изучения грызунов в том, что ты можешь глубже проникнуть в механизм и для людей, которые могли бы это сделать. Подумай, ну что же, мы знаем, что медитация обладает всеми этими преимуществами, так зачем тебе изучать механистическую науку? Я думаю, что людям важно помнить одну вещь. Во-первых, как бы много людей ни думали, что они медитируют или занимаются дыхательной гимнастикой. Гораздо больше, чем можно было бы подумать. Но гораздо, гораздо, гораздо большее число людей таковыми не являются, верно? Я имею в виду, что большинство людей не тратят времени на то, чтобы заниматься дыхательной гимнастикой или медитировать. Так что все, что может стимулировать людей, было бы замечательно. Но другая вещь заключается в том, что мне никогда по-настоящему не было ясно, сколько именно медитации требуется для достижения реального эффекта, то есть практического эффекта. Люди говорят 30 минут в день, 20 минут в день, один раз в неделю, два раза в неделю. То же самое и с дыханием. Нахождение минимальных или эффективных пороговых значений для изменения нейронных схем это то, что я считаю святым Граалем всех этих практик. И это будет определено только с помощью тех видов механистических исследований, которые ты описал. Так что это просто замечательно. Я действительно надеюсь, что работа будет завершена, и мы сможем поговорить о том, как мы можем гарантировать, что это произойдет. Но позволь мне добавить кое-что к тому, что ты говоришь. Говорю тебе, Эндрю. Я думаю, что для многих людей одна из проблем заключается в том, что существует эффект плацебо. То есть люди могут реагировать на что-то, даже если механизм не имеет ничего общего с тем, в чем заключается вмешательство. Таким образом, легко сказать, что медитативная реакция имеет большую составляющую, которая является эффектом плацебо. Мои мыши не верят в эффект плацебо. И поэтому, если бы мы могли показать, что у мышей есть настоящий эффект, это было бы убедительно, независимо от того, насколько во многих экспериментах на людях, которые вы проводили, контролировать эффект плацебо у людей чрезвычайно сложно. У мышей это не проблема. Так что я думаю, что это само по себе было бы огромным посланием. Это превосходно. И действительно, это лучшая мысль. Я думаю, что 30-минутная ежедневная медитация у этих мышей, если я правильно понимаю медитация, мы не знаем, о чем они думают. Но ну, на самом деле, это дыхательная практика. Правильно, значит, это дыхательная практика. Так вот, по-видимому, потому что они не думают о своем центре третьего глаза, позе лотоса, левитации, о чем бы это ни было. Их не инструктируют, что делать. А если бы инструктировали, они, вероятно, все равно не стали бы этого делать. Итак, 30 минут в день, в течение которых дыхание намеренно замедляется или не соответствует их нормальному ритму. Я понял. Какова была частота вздохов в течение этих 30 минут? Непонятно? Мы пока не знаем. Ох, ну что же, нет, у нас есть данные. Мы просто анализируем эти данные. Это должно быть определено или будет объявлено в какой-то момент. Таким образом, центры страха каким-то образом изменяются, что приводит к более короткой реакции страха на удар ногой. Джек, правильно. Какие еще примеры взаимодействия между дыханием и состоянием мозга вам известны из работы в вашей лаборатории или в других лабораториях, если уж на то пошло? Эмоциональное состояние? Итак, мы возвращаемся к нашему предыдущему разговору. Я немного отклонился от темы. Я думаю, нам нужно отдельно рассмотреть влияние волевых изменений дыхания на эмоции и влияние состояния мозга на дыхание. Итак, влияние состояния мозга на дыхание, например, когда вы испытываете стресс, это аффект, предположительно возникающий в высших центрах. Если я могу использовать этот термин, влияющий дышу. Обратная связь заключается в том, что когда вы меняете дыхание, это влияет на ваше эмоциональное состояние. Я думаю, что эти две вещи различны, но в конечном счете они связаны друг с другом. Так вот, в 50-х годах была опубликована знаковая статья, в которой они стимулировали менделевидное тело кошек. И в зависимости от того, где они стимулировали, у них происходили глубокие изменения в дыхании. В менделевидном теле обнаружены участки, отвечающие за все виды дыхания, которые только можно себе представить. Таким образом, очевидно, что мощный нисходящий эффект исходит от менделевидного тела, которое является основным местом обработки эмоций, страха, стресса и всего остального, что может повлиять на дыхание. И совершенно очевидно, что мы обладаем волевым контролем над дыханием. Таким образом, мы оказываем на это глубокое воздействие. Теперь, когда я должен сказать об эмоциональном контроле дыхания, мне нужно перейти к разговору о синдроме замкнутости. Синдром замкнутости – это разрушительное поражение, которое происходит в той части ствола мозга, где передаются сигналы, управляющие мышцами. Итак, волокна, идущие от моторной коры головного мозга, спускаются к этой части ствола мозга, которая называется вентральным мостом. И если там произойдет инсульт, это может привести к повреждению этих проводящих путей. Что происходит с людьми, страдающими синдромом замкнутости, так это то, что они теряют все волевые движения, за исключением бокового движения глаз и, возможно, способности моргать. Причина, по которой они все еще могут моргать и двигать глазами, заключается в том, что эти центры управления находятся ближе к центру роста и не прерываются. Другими словами, прерывания происходят ниже этого уровня. Они продолжают дышать, потому что центры, отвечающие за дыхание, не требуют такой волевой команды. В любом случае, они находятся ниже этого уровня, так что с ними все в порядке. Итак, эти люди продолжают дышать. У них нормальный интеллект, но они не могут двигаться. Есть замечательная книга под названием «Водолазный колокол и бабочка» о молодом человеке, с которым это случилось, и он описывает свою жизнь. И это настоящее свидетельство состояния человека. То, что он делает, это то, что он делает. Это замечательная книга, это короткая книга. Он написал эту книгу моргая? Они ее перевели. Он сделал это, моргнув своему опекуну. Это просто потрясающе. А еще был фильм, который я никогда не видел, с Хавьером Бардемом в главной роли, но книгу, которую я настоятельно рекомендую прочитать всем желающим. Итак, у меня были коллеги, изучавшие человека с синдромом замкнутости, и они сказали, что этот пациент дышал очень механически, абсолютно последовательно, очень регулярно. Они давали пациенту смесь с низким содержанием кислорода для дыхания, усилили вентиляцию легких, ввели смесь КО-2 для дыхания, усилили вентиляцию легких. Итак, все регулирующие органы для дыхания были на месте. Они попросили пациента задержать дыхание или дышать быстрее выдыхает малину. Но ничего не произошло. Просто пациент распознал команду, но не смог ее изменить. Затем внезапно дыхание пациента значительно изменилось, и они спросили своего пациента, что произошло. Они сказали, ты рассказал шутку, и я рассмеялся. И они вернулись назад, и всякий раз, когда они рассказывали шутку, которая казалась пациенту смешной, у пациента менялся ритм дыхания. А ты знаешь, что когда ты смеешься, у тебя такой ритм дыхания. Вдохи ты вдыхаешь и говоришь ха-ха-ха-ха. Но это также очень своеобразно. У нас есть коллеги-неврологи, имена которых не называются. И если бы ты услышал их смех на расстоянии 50 ярдов, то понял бы, что они смеются. Именно такие, какие они есть. Да, хорошо, я назову его. Например, Эрик Канделл. У него вдохновляющий смех. Он знаменит тем, что делает глубокий вдох, а не ха-ха. Именно так, именно так. Да, это очень распространенный стереотип, но он сохраняется, и эти люди теряют волевой контроль над дыханием. Итак, есть эмоциональный компонент, контролирующий ваше дыхание, который не имеет ничего общего с вашим волевым контролем, и он переходит на другой путь, потому что он не нарушается этим заблокированным процессом. При синдроме. Если вы посмотрите на двигательный контроль над лицом, то увидите, что у нас есть волевой контроль над лицом. Но у нас также есть эмоциональный контроль над лицом, который большинство из нас не может контролировать. Так вот, когда мы смотрим на другого человека, мы можем многое узнать об его эмоциональном состоянии. И это многое говорит о том, как общаются приматы-люди, и есть люди, которые умеют обманывать. Они, наверное, продавцы подержанных автомобилей или игроки в покер. Сейчас у игроков в покер есть подсказки, но многие из них теперь носят темные очки, потому что во многих подсказках вы моргаете или что-то в этом роде. Размеры зрачков и все такое прочее. Размер зрачка. Размер зрачка — это подсказка, которая является вегетативной функцией, а не функцией скелетных мышц. Но у нас есть все эти скелетные мышцы. Мышцы, которыми мы управляем, которые выдают нас с головой. Я пытался уговорить своих друзей-фотографов сфотографировать некоторых великих актеров, которые есть у нас в Лос-Анджелесе. Ты имеешь в виду специалистов по визуализации мозга? Мне жаль тех, кто занимается визуализацией мозга. Да? Нет, все в порядке. Я имею в виду да-нет тех, кто занимается визуализацией мозга. Потому что я думаю, что когда я прошу тебя улыбнуться, я могу сказать, что ты недоволен тем, что улыбаешься, потому что я попросил тебя улыбнуться. Я думаю, что ты... Я думал, что ты собираешься пошутить, но мы старые друзья, так что да. Нет, я не... Когда ты видишь фотографию, например, на дне рождения или что-то в этом роде, и говоришь «сыр», ты можешь сказать, что по крайней мере половина из них люди не в восторге от того, что говорят о сыре, в то время как великий актер — это тот, кто умеет скрывать этот факт. Когда они грустят или счастливы, ты веришь, что они не притворяются. Это похоже на великолепную актерскую игру. И я не думаю, что каждый смог бы это сделать. Я думаю, что люди, которые способны на это, имеют какую-то связь с теми частями своей двигательной системы, которых нет у остальных из населения. Может быть, они развивают это с помощью тренировок, а может быть и нет, но я думаю, что это можно изобразить. Поэтому я хотел бы получить одну из этих замечательных актеров, снимают в имиджере. И пусть они пройдут через это, а затем возьмут нормального человека и посмотрят, так ли это на самом деле. Я могу повторить это. И я думаю, что ты обнаружишь большие различия в том, как они управляют своими эмоциями. Так вот, я думаю, что этот эмоциональный контроль лицевых мышц во многом схож с эмоциональным контролем дыхания. Итак, есть эмоциональный контроль, а есть волевой контроль, и они разные. Они разные. Так вот, ты спрашивал меня о том, что такое якл. Бумага якл имеет отношение к восходящему движению, то есть к влиянию дыхания на эмоции. Кевин обнаружил, что в комплексе до Ботцингера существует популяция нейронов, и мы всегда обращаем внимание на то, что в конечном итоге проецируется на двигательные нейроны. Он обнаружил популяцию клеток, которые проецируются на голубое пятно. Голубое пятно, прошу прощения, это одно из тех мест в мозге, которые, кажется, находятся повсюду. Это как спринклерная система. Именно так, именно так. Оно влияет на настроение, и у тебя были подкасты об этом. Я имею в виду, что с миндалевидным телом происходит много всего, так что извини меня, это голубое пятно. Если ты попадаешь в голубое пятно, то теперь можешь распределять информацию по всему мозгу. Он обнаружил специфические клетки, которые проецируются от пре-Ботцингера к голубому пятну, и эти клетки модулируются при вдохе. Так вот, уже давно, с 60-х годов, было известно, что если вы посмотрите на голубое пятнышко кошек, когда они бодрствуют, то обнаружите множество нейронов, которые отвечают за дыхание. Модуляция. Никто не обратил на это особого внимания. Зачем беспокоиться? Дело не в том, зачем обращать внимание, а в том, зачем мозгу беспокоиться о получении этих входных данных. Итак, то, что Кевин сделал с Линдси Шварц в лаборатории Ликун Луо, они уничтожили, удалили те клетки, которые направлялись в Лоукаскоуролюс от Прибатзинджи и других. Животные стали спокойнее, и уровень их ЭЭК изменился таким образом, что это указывает на то, что они стали спокойнее. И насколько я помню, они не просто стали спокойнее, но и на самом деле не были способны к состояниям сильного возбуждения. Они были какими-то вялыми. Я не думаю, что мы действительно уделяли этому внимание в статье. Так вот, нам нужно было бы спросить об этом Джона Гугенара, но он находится в другом конце моей лаборатории, так что мы спросим его. Но тем не менее, это прекрасно иллюстрирует принцип двунаправленного управления, не так ли? Что касается эмоций, что же они растут? Ну нет, две истории о синдроме замкнутости плюс статья Екклева показывают, что эмоциональные состояния влияют на дыхание. А дыхание влияет на эмоциональные состояния, которые, но вы упомянули о вдохновении. Я всегда называю это вдохом, но люди будут следовать за вами? Нет, все в порядке. Они взаимозаменяемы. Люди могут следовать этому. Есть несколько интересных работ группы Наама Сабелла и ряда других групп, которые показывают, что когда мы вдыхаем или сразу после вдоха, мозг на самом деле более бдителен и способен хранить информацию, чем когда мы вдыхаем. Во время выдохов, которые... Я нахожу это невероятным, но в то же время в этом есть смысл. Я могу видеть вещи гораздо лучше, когда мои глаза открыты, чем когда мои веки закрыты, если уж на то пошло. Может быть, так и есть, не так ли? Я имею в виду, я не сомневаюсь, что работа Наама великолепна. Позволь мне немного вернуться назад, потому что я хочу, чтобы люди поняли, когда мы говорим о дыхании, влияющем на эмоциональное и когнитивное состояние. Это исходит не только от Преботцингера. Есть, по крайней мере, несколько других сайтов. И позволь мне как бы описать, что мне нужно сделать. Через это. Один из них это обоняние. Так вот, когда ты дышишь при нормальном дыхании, ты вдыхаешь и выдыхаешь. Это создает сигналы, исходящие от слизистой оболочки носа, которые возвращаются обратно в обонятельную луковицу. Это модулирует дыхание. А обонятельная луковица оказывает глубокое влияние на многие отделы мозга и проецируется на них. Таким образом, в результате ритмичного движения воздуха через нос и обратно в мозг поступает сигнал, который регулирует дыхание. Таким образом, этот сигнал присутствует. Мозгу не обязательно его использовать, но когда речь идет о разборчивом владельце и тому подобном, это зависит от колебаний, связанных с дыханием. Еще одним потенциальным источником является блуждающий нерв. Блуждающий нерв — это главный нерв, который содержит эфиренты от всех внутренних органов. Эфиренты — это просто сигнал. Это сигналы для… да? Сигналы от внутренних органов. У него также есть сигналы, идущие от ствола головного мозга вниз, которые называются эфирентами, но основные сигналы он получает от легких и кишечника. А вот это идет вверх, в ствол головного мозга. Так вот это там. В легких есть очень мощные рецепторы, которые реагируют на объем легких. Легкие растягиваются. Так что, будем делать перерывы? О, извини. У нас есть несколько рецепторов давления. Они похожи на рецепторы по ноль, удостоенные Нобелевской премии этого года, да. Да. Так вот, они реагируют на расширение и расслабление легких. Итак, если вы сделаете запись сблуждающего нерва, то увидите, что происходит огромная модуляция дыхания из-за механических изменений в легких. Почему это так интересно, так это потому, что при некоторых формах невосприимчивой депрессии, электрическая стимуляция блуждающего нерва может принести огромное облегчение. Почему это так, еще предстоит выяснить, но ясно, что сигналы в блуждающем нерве, по крайней мере искусственные сигналы в блуждающем нерве, может оказать положительное влияние на уменьшение депрессии. Так что не будет большой ошибкой предположить, что при нормальных обстоятельствах ритм, поступающий от блуждающего нерва, играет определенную роль в нормальной обработке информации. Хорошо, позволь мне продолжить. Уровень углекислого газа и кислорода в крови. Сейчас при нормальных обстоятельствах уровень кислорода у тебя в норме. И пока ты не поднимешься на большую высоту, он на самом деле не сильно меняется, но уровень Ко-2 в крови может сильно измениться даже при относительно небольшом изменении общего дыхания. Это изменит свой уровень РН. У меня есть коллега Алисия Моретт, которая работает с пациентами, которые испытывают беспокойство, и у многих из них учащенное дыхание. И в результате этой гипервентиляции у них снижается уровень углекислого газа. И она разработала терапевтический метод лечения, в рамках которого она учит этих людей дышать медленнее и восстанавливать уровень Ко-2 до нормального уровня И. Она помогает им избавиться от беспокойства. Так вот, уровень Ко-2, который не влияет на работу мозга при каждом вдохе, хотя и колеблется от вдоха к вдоху. Но это своего рода постоянный фон, который может меняться, и если он меняется хронически. Мы знаем, что повышенный уровень Ко-2 может вызывать приступы паники. И мы не знаем, в какой степени это усугубляется у людей, страдающих панической атакой, и насколько уровень Ко-2 в окружающей среде влияет на степень их дискомфорта. А как насчет людей, которые, как правило, слишком спокойны, что означает, что они чувствуют сонливость, у них затрудненное дыхание, а не избыточное? Есть ли какие-либо сведения о том, каков уровень Ко-2 в их организме? Я не знаю, что не означает, что у нас нет никаких сведений, но я не в курсе, но это блаженное неведение. Я не просматривал эту литературу так, что я не знаю. И у меня такое чувство, я имею в виду, что большинство людей, или, извините меня, большая часть научной литературы о дыхании у людей, о которой я знаю, относятся к этим стрессовым состояниям, потому что их немного легче переносить, изучайте в лаборатории, в то время как люди. Если вы постоянно чувствуете себя недостаточно возбужденным или истощенным, это сложно измерить. Я имею в виду, что вы можете это сделать, но это не так просто, как измерить Ко-2. Но что касается показателей чувства усталости, то они несколько косвенные, в то время как при стрессе мы можем измерить частоту пульса, ВСР и тому подобное. Ну, я бы предположил, что эти устройства, которые мы все носим, скоро смогут измерять. Что же, теперь они могут измерять уровень кислорода, насыщение кислородом. Это просто потрясающе. Да, но содержание кислорода в значительной степени будет оставаться выше 90%, если только нет какой-либо патологии или вы не подниметесь на высоту. Но уровни Ко-2 довольно сильно различаются, и на самом деле, поскольку они различаются, ваше тело настолько чувствительно, что контроль дыхания, например, сколько вы вдыхаете в минуту, очень важен, определяется очень деликатным образом со стороны руководства. Второй уровень. Таким образом, даже небольшое изменение концентрации Ко-2 окажет существенное влияние на вентиляцию легких. Вот еще одна вещь, которая не только изменяет вентиляцию, но и влияет на состояние вашего мозга. А теперь еще одна вещь, которая может повлиять на дыхание, или на то, как дыхательная практика может повлиять на ваше эмоциональное состояние, это просто нисходящая команда. Потому что дыхательная практика включает в себя волевой контроль вашего дыхания и, следовательно, где-то в моторной коре головного мозга возникает сигнал. Это, конечно, не значит, что он будет передаваться до Ботцингера, но он также будет посылать коллатерали в другие места. Эти коллатерали, очевидно, могут повлиять на твое эмоциональное состояние. Итак, у нас есть довольно много различных потенциальных источников. Ни один из них не является эксклюзивным. Есть интересная статья, в которой показано, что если вы блокируете носовое дыхание, то все равно не замечаете связанных с дыханием колебаний в мозге. И именно здесь, я думаю, возникает механизм, заключающийся в том, что эти связанные с дыханием колебания в мозге, играют определенную роль в обработке сигналов. И, может быть, мне стоит немного рассказать о роли, которую колебания могут играть в обработке сигналов. Определенно, но прежде чем ты это сделаешь, я просто хочу задать тебе промежуточный вопрос. Мы много говорили о вдохе и выдохе. А как насчет задержки дыхания? Например, при апное люди задерживают дыхание, независимо от того, осознанно это или нет, они задерживают дыхание. Что известно о задержках дыхания с точки зрения того, как это может взаимодействовать с состоянием мозга или содержанием кислорода КО2? И меня особенно интересует, как происходит задержка дыхания с пустыми легкими, и задержками дыхания с полными легкими могут отличаться с точки зрения их эффективности. Это удар по мозгу. Я не знаю о каких-либо исследованиях на эту тему с точки зрения механистики, но я нахожу это действительно интересным, и даже если исследований не будет, я был бы рад, если бы ты поделился своими предположениями. Ну что же одна из дыхательных практик, которая меня заинтриговала, заключается в том, что вы, по сути, делаете гипервентиляцию на минуту, а затем задерживаете дыхание так долго, как только можете. Это стиль Тумо, да, короткие вдохи воздуха. Это стиль Вима-Хофа, или как мы называем это в лаборатории, потому что, честно говоря, до Тумо и до Вима это называлось циклической гипервентиляцией. Так что, по сути, это было тяжелое дыхание, верно? Затем следует задержка дыхания, и эта задержка дыхания может выполняться как с полными легкими, так и с пустыми. Правильно, да. Итак, у меня состоялся долгий разговор с некоторыми коллегами о том, что, по их мнению, представляет собой встроенный механизм, особенно для задержки дыхания. И я, конечно, предполагал, что есть компонент, связанный с наличием или отсутствием этой ритмичности в вашей коре головного мозга, который оказывает влияние. Но еще одна проблема, связанная с гипервентиляцией, гиповентиляцией или апноэ, заключается в том, что уровень Ко-2 у вас повышается с низкого до высокого. Каждый раз, когда вы задерживаете дыхание. Каждый раз, когда вы задерживаете дыхание, хорошо? И это окажет глубокое влияние. А теперь я должен поговорить об эпизодической гипоксии, потому что сейчас ведется большая работа, особенно с Гордоном Митчеллом из Флоридского университета, который проводит экстраординарную работу по эпизодической гипоксии. Итак, в 80-х годах Дэвид Милхорн сделал несколько действительно интригующих работ. Если я попрошу тебя задержать дыхание, извини меня. Если я дам тебе смесь с низким содержанием кислорода на пару минут, уровень твоего дыхания повысится, потому что тебе нужно больше кислорода. Тебе не хватает воздуха. Эндрю и Жек, да. Нет, тебе не хватает кислорода. Все в порядке. Все в порядке. Еще пару минут, и ты бы поднялся. Ты можешь достичь некоторого устойчивого уровня. Гипоксия не настолько сильна, чтобы ты не мог достичь равновесия. А потом я снова проветриваю комнату, и вентиляция быстро восстанавливается до нормального уровня. Если с другой стороны я дал тебе 3 минуты гипоксии, 5 минут нормоксии, 3 минуты гипоксии, 5 минут нормоксии, 3 минуты гипоксии, 5 минут в нормоксии. Нормоксия это нормальный воздух. Здесь нормальный воздух. Вентиляция у тебя идет вверх-вниз, 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 вверх-вниз. После последнего эпизода твое дыхание замедляется и больше не замедляется, а снова поднимается и остается на высоте в течение нескольких часов, хорошо? Теперь это хорошо подтверждено. Первоначально это было сделано на животных, но у людей это постоянно происходит, и похоже это оказывает глубокое влияние на двигательную функцию и когнитивные функции. В каком направлении? Позитивно, очень позитивно. Я часто думал о том, чтобы получать 8% кислорода, не делайте этого, слушатели. Баллон с 8% содержанием кислорода стоит у меня на столе, когда я пишу грант и делаю все как в синем бархате, и прохожу через это. Мне нужна эпизодическая гипоксия, чтобы улучшить свои когнитивные функции, потому что мне определенно не помешало бы улучшить их, когда я буду писать гранты. Но ты мог бы сделать это и без недостатка кислорода. Я имею в виду, ты мог бы сделать это с помощью дыхательной гимнастики, предположительно. Трудно понизить уровень кислорода в крови в достаточной степени. Хорошо? В экспериментальных исследованиях обычно используется 8% кислорода. Трудно задерживать дыхание достаточно долго. И здесь есть еще одно отличие, это то, что происходит с уровнем Ко-2 в крови. Когда вы задерживаете дыхание, уровень кислорода в крови падает, а уровень Ко-2 повышается. Когда вы испытываете эпизодическую гипоксию, уровень Ко-2 остается в норме, потому что вы все еще дышите, просто уровень кислорода снижается. И так, в отличие от нормальных условий, которые вы описывали ранее, где уровень кислорода относительно постоянен, а уровень Ко-2 колеблется в зависимости от эмоционального состояния. При физической активности и тому подобном, при эпизодической гипоксии, уровень Ко-2 относительно постоянен. Но ты же немного меняешь уровень кислорода, поступающего в систему. Я бы сказал, что это относительно... Я бы сказал, что уровень Ко-2 относительно постоянен, но он не будет сильно отклоняться от нормы. В то же время, когда вы задерживаете дыхание, вы испытываете одновременно и гипоксию, и гиперкапнию. Мы должны объяснить людям, что такое гипоксия и гиперкапния, потому что мы этого еще не делали. Окей, гипоксия — это просто технический термин, обозначающий низкий уровень кислорода, гипер, или вы могли бы сказать гипоксия, низкий уровень, гипер — это высокий уровень. И так, гипероксия или гипокапния, низкий уровень Ко-2 или гиперкапния — это ваш самый высокий уровень Ко-2. Так что, когда вы испытываете эпизодическую гипоксию, скорее всего, вы станете гипокапничным, а не гиперкапничным. И это может повлиять на ситуацию. Один пример, который я помню, и Гордон должен простить меня, если я неправильно цитирую это, заключается в том, что у них был пациент, который у него был инсульт, слабость и искривление лодыжки. Это, прошу прощения, растяжение голеностопного сустава, чтобы растянуть лодыжку. Итак, они усадили пациента в кресло, где можно измерить растяжение голеностопного сустава, а затем измерили его, а затем подвергли пациента эпизодической гипоксии. И снова измерили силу лодыжки. Добавочный номер значительно вырос. И вот Гордон смотрит на это. Сейчас они рассматривают это для реабилитации спинного мозга. Я думаю, что это может быть полезно для всех видов нервно-мышечной деятельности. Гордон изучает спортивные результаты. У нас есть проект, который мы не смогли продвинуть на следующий уровень, связанный с гольфом. Итак, я понял, почему именно гольф. Потому что ты любишь гольф? Ну, это потому, что он развивает координацию движений. Так что это не просто бег так быстро, как ты можешь. Это координация, это концентрация, это целый ряд других вещей. Итак, идея состояла бы в том, чтобы собрать группу игроков в гольф и дать им плацебо-контроль, чтобы они не знали, дышат ли они газовой смесью, которая является обычным воздухом или гипоксической газовой смесь, хотя они, возможно, смогут разобраться в этом. Это зависит от их реакции. Сделай это в контролируемых условиях, чтобы попасть в сеть, измерь длину их движений, их рассеивание и все такое прочее, и посмотри, что получится. Послушай, если мы сможем доказать, что это работает для игроков в гольф, то забудем о когнитивных функциях. Мы могли бы продать это за невероятные деньги. Это звучит как ужасная идея. Джек смеется, кстати. Я не серьезно отношусь к тому, чтобы продавать это. Но я знаю, что ты шутишь. Я имею в виду, может быть, люди должны знать, что ты шутишь по этому поводу. Нет, я думаю, что все, что может улучшить когнитивные и нервно-мышечные функции, будет представлять интерес при широком спектре патологических состояний, таких как травмы, ЧМТ и так далее. Я имею в виду, что один из самых частых вопросов, которые мне задают, касается восстановления после сотрясения мозга или черепно-мозговой травмы. Многие люди думают о спорте, они думают о футболе, они думают о регби, они думают о хоккее. Но если вы посмотрите на статистику черепно-мозговых травм, то увидите, что большинство из них — это травмы строителей, автокатастрофы, велосипедные аварии. Я серьезно говорю, что спортивная составляющая — это крошечная доля от общего количества черепно-мозговых травм в мире. Я думаю, что эти протоколы, протестированные в контексте гольфа, были бы очень интересны из-за ограничений мер, о которых вы упомянули. И их можно было бы экспортировать к целому ряду вещей. Я хочу просто попытаться представить, существует ли какой-либо тип дыхания, который хотя бы частично имитирует то, что вы описали в терминах эпизодической гипоксии. Я уже много раз занимался дыханием типа ТУМА, циклической гипервентиляции Вимхоффа. Моя лаборатория изучает это на людях, и мы обнаружили, что если люди делают циклическую гипервентиляцию примерно на минуту, затем выдыхают и задерживают дыхание на 15-60 секунд, в зависимости от того, что они делают, могу это сделать, и просто продолжай повторять это примерно так же. Осталось 5 минут. Мне кажется, что это по крайней мере частично имитирует то состояние, о котором ты говоришь, потому что после этого люди сообщают о повышенном уровне бдительности и снижении уровня срабатывания из-за стрессовых событий. Они чувствуют себя комфортно при более высоком уровне автономного возбуждения, когнитивной сосредоточенности, ряде впечатляющих улучшений, с которыми знаком любой практикующий Вима Хоффа или ТУМА. Можно ли сказать, что этот ритм дыхания соответствует тому, что ты описываешь в каком-то общем смысле? Ну что же, экспертом в этом вопросе был бы Гордон Митчелл. Я бы сказал, что все движется в этом направлении, но это не так экстремально, потому что я не думаю, что можно достичь такого уровня гипоксии, который наблюдается в клинической практике. Я знаю, что наши приятели из нашего дыхательного коллектива на самом деле только что купили аппарат, потому что вы покупаете аппарат, который делает это. Эндрю, я понимаю. Они купили его и собираются провести собственное самотестирование, чтобы увидеть, повлияет ли это на что-либо, что они могут сделать. Измерьте. Конечно, вы должны быть заинтересованы в самостоятельных экспериментах, но я приветствую их любопытство и стремление к этому. Барокамеры. В наши дни я много слышу о барокамерах. Люди покупают их и пользуются ими. А что вы думаете о барокамерах? Как они соотносятся с гипербарическими или гипобарокамерами? Это барокамеры. О, так ты говоришь не о высоте над уровнем моря? Эндрю, нет. На самом деле мне особо нечего сказать. Я имею в виду, что уровень кислорода в крови, вероятно, немного повысился бы, и это могло бы оказать благотворное влияние. Но это далеко за пределами моей зоны комфорта. Я думаю, что 2022 год станет годом двух вещей, о которых я постоянно много слышу. А именно преднамеренного использования высоких потреблений соли для повышения работоспособности, увеличения объема крови и так далее, а также барокамеры, похоже, набирают популярность примерно так же, как ледяные ванны и сауны, сейчас это кажется правильным. Но в любом случае, это предсказание, к которому мы можем вернуться в какой-то момент. Я хочу спросить тебя о некоторых исследованиях, которые я видел, посвященных изучению того, как сознательное ограничение дыхания только носовым дыханием может улучшить память. В Journal of Neurosense, который является уважаемым журналом нашей области, есть пара статей, в которых рассматриваются на уровне обонятельной памяти. Так что в этом есть какой-то смысл, потому что вы лучше чувствуете запахи носом, чем ртом. Если только вы не какой-нибудь лось, или что-то в этом роде там, где это возможно, у них, по-видимому, тоже есть какое-то обоняние во рту. Но люди, как правило, чувствуют запахи своим носом. В этом не было ничего удивительного, но было проведено сопутствующее исследование, которое показало, что гиппокамп, область, участвующая в кодировании воспоминаний в той или иной форме, была более активной, если хотите, а память и припоминания были лучше, когда люди усваивают информацию, дыша носом, в отличие от дыхания ртом. Есть ли в этом смысл с какой-либо механистической точки зрения? Ну, учитывая, что существует основной путь, идущий от обонятельной системы в мозг, и вы отрезаете его, а не какой-либо другой, от рецепторов во рту, степень, модуляции дыхания, которую вы увидите во всем переднем мозге, будет меньше при дыхании ртом, чем при дыхании носом. Так что это безусловно правдоподобно. Я думаю, что необходимо провести множество экспериментов, чтобы отличить носовой компонент от неназального, составляющие этих сигналов, связанных с дыханием. Но иногда, когда вы оказываете сильное влияние, возникает тенденция быть эксклюзивным. И я думаю, что здесь происходит то, что есть много факторов, которые могут оказать влияние. Так вот, независимо от того, распределены ли они по частям, какой-то эффект оказывает на эту часть поведения, а какой-то на ту часть поведения еще предстоит исследовать. Здесь определенно присутствует сильный обонятельный компонент. Мой интерес заключается в том, чтобы попытаться проследить за центральным компонентом, потому что мы знаем, что в этом есть сильный центральный компонент. На самом деле есть сильная центральная проекция на обонятельную луковицу. Таким образом, независимо от того, поступает ли воздух в нос и из него, в обонятельную луковицу поступает дыхательный сигнал, который сочетается с модулированными дыхательными сигналами, поступающими от сенсорных рецепторов. Это интересно. И раз уж мы начали копаться в этом вопросе, простите за каламбур, в носу, как насчет того, чтобы сравнить одну ноздрю с другой. Я знаю, что это звучит немного безумно, но в традициях йоги и других теориях существует теория о том, что дыхание через одну ноздрю каким-то образом активирует определенные мозговые центры. Возможно, полушарно одна сторона мозга противопоставлена другой. Или то, что дыхание правой и левой ноздрёй может отличаться в зависимости от уровня бдительности или спокойствия, которые они вызывают. Мне неизвестны какие-либо механистические данные на этот счет, но если ты знаешь что-то стоящее о дыхании правой и левой ноздрей, я бы хотел знать. Ну что же, это безусловно правдоподобно. Я не знаю никаких данных, подтверждающих это, кроме отдельных сообщений о том, что, как вы знаете, мозг сильно латерализован. И у нас есть речь с одной стороны и доминирующая рука с другой. Встань на одну сторону. Итак, идея о том, что если у тебя есть такой мощный сигнал, поступающий от обонятельной системы, и он в какой-то степени латерализован, то это не совсем симметрично. Это означает, что одна сторона поступает неравномерно в обе стороны. Тогда вы можете себе представить, что как только сигнал распределяется неравномерно, эффективность или реакция снижаются. Это будет особенно важно для коры головного мозга, в которой либо сигнал все еще сохраняется, либо он удаляется. Я понимаю, каковы некоторые другие особенности нашего мозга и тела, будь то моргания, или движение глаз, или способность кодировать звуки, или какие-либо особенности нашего организма, путь. Мы функционируем, двигаемся и воспринимаем вещи, которые каким-то интересным образом координируются с дыханием. Спасибо тебе за этот вопрос. Почти все. Так вот, у нас, например, со стороны вегетативной нервной системы наблюдается дыхательная синусовая аритмия. То есть во время выдоха сердцебиение замедляется. Твои зрачки колеблются в такт дыхательному циклу. Я не знаю, на какой функциональной основе это происходит, но они действительно колеблются в такт дыхательному циклу. Когда мы вдыхаем, наши зрачки сужаются, предположительно из-за увеличения частоты сердечных сокращений и симпатического тонуса, я бы подумал о сужении. Я предполагаю, что когда вы расслабляете зрачок, он расширяется. Достанешь и ты выдохнешь, зрачок станет больше я. Я думаю, что ты прав, но я всегда получаю удовольствие от этого. Да, это противоречит здравому смыслу, потому что люди не думают, что когда ученики становятся... Ну, я имею в виду, это зависит от обстоятельств. Я имею в виду, что ты можешь стать очень внимательным и возбужденным из-за стресса или по уважительным причинам, и люди становятся шире, но твое поле зрения сужается, и тогда верно обратное. В любом случае, я думаю, идея заключается в том, что зрачки изменяют размер, и, следовательно, диафрагма вашего зрительного окна меняется в соответствии с дыханием. Все в порядке. Ваша реакция на страх меняется в зависимости от дыхательного цикла. Не могли бы вы рассказать нам об этом подробнее? Ну что же, есть статья Солана, в которой, как мне кажется, довольно ясно показано, что если вы показываете людям испуганные лица, то их... Измеренная реакция страха меняется между вдохом и выдохом. Я не знаю, почему, но это происходит. Время твоей реакции меняется. Так вот, ты говоришь о моргании. Время реакции меняется между вдохом и выдохом. Если я попрошу тебя ударить почему-нибудь, это время изменится между вдохом и выдохом. На самом деле, я не знаю, в какой степени мастера боевых искусств используют это. Следи за своим дыханием, и твой противник будет двигаться медленнее в течение одного цикла по сравнению с другим. В каком направлении двигаться, когда они двигаются? Если они выдыхают, они могут наносить удары быстрее? Я должен сказать, что я не веду таблицу, в каком направлении все движется. Потому что сейчас я не занимаюсь боевыми искусствами. Мое смутное понимание заключается в том, что выдох при ударе, это более типичный способ сделать это, и поэтому, когда люди наносят удар, они выдыхают. Во многих случаях, когда вы выдыхаете, но есть и другие составляющие удара, потому что вы хотите напрячь грудную клетку, вы хотите выполнить маневр вальсаль. Так что это одновременно и вдох, и выдох. Это происходит одновременно. Итак, я недостаточно разбираюсь в том, как вы говорите во время выдоха. Я бы предположил, что когда вы наносите удар, вы на самом деле как бы хотите напрячься здесь, что является маневром, подобным вальсалью. И часто они сжимают кулаки в последний момент. В любом случае, есть целый набор технических вопросов, о которых мы можем поговорить с некоторыми бойцами. У нас есть знакомые, которые разбираются в бойцах, так что мы можем спросить их о чем угодно. Это интересно. А какие еще вещи регулируются дыханием? Я думаю, что все, на что кто-либо смотрит, имеет дыхательный компонент, потому что он присутствует во всем вашем мозгу, и трудно представить, что это неэффективно. Так вот, независимо от того, является ли это случайным или просто фоновым, и действительно не имеет никакого поведенческого преимущества, это возможно. В других случаях, это может иметь поведенческое преимущество. Я имею в виду, что самое важное, что открыло мне глаза, вероятно, 10 лет назад, это покопаться в литературе и посмотреть, как много из активность коры головного мозга и подкорковая активность связана с модулятором дыхания. И я думаю, что многие мои коллеги, которые изучали кору головного мозга, не обращают на это внимания. И они обнаружили, что на днях я слышал выступление человека, чье имя не будет названо, который обнаружил, что многие вещи взаимосвязаны при помощи определенного движения. И я думаю, что это все, когда я посмотрел, я сказал, ну и дела, вот список вещей, которые регулируют дыхание. И вместо того, чтобы соотносить это с движением, на которое мы смотрим, я думаю, что движение, на которое они смотрели, было модулировано дыханием, как и все остальное еще что-нибудь. Так вот, не было такого, чтобы само движение определяло эту корреляцию. Дело было в том, что все они были связаны с чем-то другим, а именно с дыхательным движением, и я не знаю, имеет ли это отношение к поведению. Или это то, что вы можете использовать в поведенческих целях? Я подозреваю, что ты прав в том, что дыхание является, если не основополагающим фактором многих, если не всех этих процессов, то, по крайней мере, одним из основополагающих факторов. Оно находится на заднем плане, в мозге, и колебания играют важную роль в функционировании мозга. И они варьируются по частоте, возможно, астагерц, да, ну, мы можем перейти к циркадным и вроде как месячным циклам, но дыхание занимает довольно необычное место. Во всем этом, потому что... Итак, позволь мне поговорить о том, что, по мнению людей, делают колебания особенно более быстрые. Они играют важную роль в координации сигналов между нейронами. Точно так же, как в компьютере, компьютер выполняет определенные действия. Таким образом, компьютер знает, когда информация поступает из другой части компьютера, так что она была получена в определенное время. Таким образом, пошаговое отображение информации на экране играет важную роль в управлении компьютером. Так вот, мозг это не цифровое устройство, а аналоговое, но когда у меня есть сигнал, который поступает в мое ухо и в мой глаз, когда говорит Эндрю Губерман, и я смотрю на его лицо, я вижу это в целом, но сигнал это... Они проникают в разные участки моего мозга. Как мне это объединить? Ну что же, мои нейроны очень чувствительны к изменениям сигналов, поступающих с интервалом вдоль миллисекунды. Так что я уверен, что мы уверены в том, что поступающие сигналы представляют собой один и тот же сигнал. Ну что же, если у меня в мозгу есть изоляция, и сигналы зависят от этого колебания, скажем, от пика колебания, тогда я смогу гораздо лучше ориентироваться в выборе времени, и скажите, эти два сигнала поступили одновременно. Они могут относиться к одному и тому же объекту, и ах-ха, я вижу тебя как единое целое, говорящие без умолку. Итак, эти колебания происходят в самых разных частотных диапазонах и важны для формирования памяти и всего остального. Я не думаю, что люди уделяют большое внимание дыханию, потому что оно относительно медленное, если говорить о миллисекундах, но у нас есть важные вещи, которые считаются важными. Важно в когнитивном плане. Это функция, которая выполняет от нескольких циклов в секунду до 20, 30, 40, 50 циклов в секунду. Дыхание у людей возможно такое же. Два цикла в секунду, каждые пять секунд. Хотя у грызунов оно достигает четырех циклов в секунду, что довольно быстро. Так вот, у дыхания есть одна особенность, которая заключается в том, что его можно легко изменить. Итак, если мозг использует этот медленный сигнал для чего-либо, то если это становится частью его обычной обработки сигналов, вы можете изменить его. Эта обработка сигналов должна измениться. И по мере того, как меняется обработка сигналов, происходят существенные изменения. Итак, ты спрашивал о дыхательной практике, как долго тебе нужно ее выполнять. Ну что же, один вдох изменит твое состояние. Ты нервничаешь, ты делаешь глубокий вдох, и это, кажется, помогает расслабиться, так что... Или вздыхаешь. Называй это как хочешь. Называй это как хочешь. Кажется, это работает. Сейчас в этом нет постоянных изменений. Но когда я подхожу к биту, или подхожу к первой тройке, или собираюсь выступить с большой речью, или собираюсь сделать подкаст, я, если вы немного встревожитесь, сделайте глубокий вдох, или несколько глубоких вдохов, это хорошо. Это чрезвычайно эффективно помогает успокоить человека. Таким образом, у вас может возникнуть временное расстройство, но с другой стороны, давайте возьмем что-то вроде депрессии. Я думаю, что вы можете представить себе депрессию как некую деятельность, протекающую по замкнутому кругу. И поскольку это происходит непрерывно в нервной системе, по мере того, как сигналы продолжают повторяться, они усиливаются и могут стать настолько сильными, что вы не сможете их прервать. Итак, вы можете представить, что депрессия — это нечто продолжающееся, продолжающееся и продолжающееся, и вы не можете ее прервать. Итак, у нас возникают проблемы, когда мы достигаем определенного уровня депрессии, я имею в виду, что все мы в какой-то момент впадаем в депрессию. Но если она не является постоянной, это ненадолго, мы в состоянии это исправить. Но если это надолго и очень глубоко, то мы не сможем избавиться от этого. Итак, вопрос в том, как нам это сделать. Ну что же, есть крайние меры, чтобы избавиться от этого. Мы могли бы применить электрошок. Мы воздействуем током на весь мозг. Это нарушает активность всего мозга. И когда эта цепь начинает восстанавливаться, это приводит к разрушительным последствиям. И мы знаем, что в мозге, когда сигналы немного нарушаются, мы можем ослабить связи, и эти связи ослабевают. Тогда в этой цепи, участвующей в депрессии, мы можем получить некоторое облегчение, а электрошок действительно помогает избавиться от многих видов депрессии. Это довольно героический поступок. Фокальная глубокая стимуляция мозга дает то же самое, но более локализованная или транскраниальная стимуляция. Ты нарушаешь работу сети. И пока она восстанавливается, некоторые связи могут ослабнуть. Если дыхание играет какую-то роль в этой цепи, то теперь вместо того, чтобы делать что-то вроде секундного шока, я делаю 30-минутный перерыв, делая медленное дыхание, или что-то еще. При дыхательной практике эти цепи начинают понемногу разрушаться, и я получаю некоторое облегчение. И если я продолжу делать это до того, как цепь восстановится, я постепенно смогу вывести ее из строя. Я как бы сравниваю это с тем, как я говорю людям, что это похоже на прогулку по грунтовой дорожке. Ты прокладываешь колею, и она становится такой глубокой, что из нее невозможно выбраться. И то, что делает дыхание, это как бы заполняет правильную колею постепенно до такой степени, что ты можешь выбраться из этой колеи. И это потому, что дыхательный сигнал играет определенную роль в том, как работает схема, а затем, когда вы нарушаете это, схема получает сбой. Немного сброшено с толку. Сбой, и как вы знаете, когда схемы сбиваются, нервная система пытается приспособиться тем или иным способом. И это получается, по крайней мере, для дыхания по какой-то эволюционной причине или просто по счастливой случайности. Кажется, это улучшает наши эмоциональные и когнитивные функции. И нам очень повезло, что это так. Это потрясающий переход к тому, о чем я хочу спросить тебя дальше. И это часть набора вопросов, которые я хочу обязательно затронуть, прежде чем мы начнем. Подводя итог, вот что вы делаете со всеми этими знаниями внутри. В чем суть дыхательной практики? Ты упомянул, что один вдох может изменить состояние твоего мозга, и это само по себе может быть мощным. Я думаю, что это абсолютная правда. Ты также говорил о 30-минутных дыхательных практиках. То есть о 30-минутной дыхательной практике. Это довольно серьезное обязательство, я думаю, но оно выполнимо. В большинстве случаев это не требует никаких затрат, за исключением времени. Что ты видишь в процессе выполнения дыхательной гимнастики? Что тебе нравится, и почему тебе это нравится? Как ты думаешь, что бы ты хотел увидеть больше в плане изучения дыхательной работы и чем ты занимаешься? Ну что же, я относительно недавно обратился к дыхательной работе. Проведя собственные исследования, я убедился, что это реально, и по сути я новичок в своей собственной практике. И мне нравится, чтобы все было просто, и я думаю, что уже обсуждал это раньше. Я сравниваю это с тем, как если бы кто-то был домоседом, к которому сказали, что он должен начать заниматься физическими упражнениями. Ты же не выходишь на улицу и не бежишь в марафон. Так вот, домосед, ты говоришь, хорошо, встань и пройдись 5 или 10 минут пешком. А потом, хорошо, теперь ты будешь ходить дольше. Ты начнешь бегать, и когда достигнешь определенного момента, ты скажешь, ну и дела, мне интересен этот вид спорта. И возможно, есть определенные виды упражнений, которые ты можешь использовать, и которые могут быть полезны для оптимизации результатов в этом виде спорта. Я еще не дошел до этого. Я обнаружил, что получаю огромную пользу от относительно коротких периодов, от 5 до, возможно, 20 минут занятий боксом. Это очень просто делать. У меня есть простое приложение, которое помогает мне следить за временем. Ты помнишь, что это за приложение? Это тренажер для борьбы с опноя? Это то самое? Ну что же, я долгое время пользовался Камп, но у меня закончилась подписка, и у меня есть другое приложение, название которого я не помню, но оно есть. Так что это очень просто, и у меня это работает. Сейчас я пробую этот Ума, потому что мне просто любопытно, и я изучаю его, потому что он может действовать по-другому, и я хочу посмотреть, смогу ли я реагировать по-другому. Так что у меня нет определенной точки зрения. Так вот, у меня есть друзья и коллеги, которые придерживаются определенных стилей, таких как Вим Хофф, и я думаю, что то, что он делает, это здорово, и он привлекает людей, которым это интересно. Я думаю, идея заключается в том, что я хотел бы видеть, как больше людей изучают это, и в какой-то степени, как ты заметил. Тридцать минут в день изучают некоторые модели дыхания, которые некоторые такие звезды, как Вим Хофф, немного пугают новичков. Так вот, я бы хотел увидеть что-то очень простое, что я бы сказал своим друзьям. Смотрите, просто попробуйте это пять или десять минут. Если почувствуете себя лучше, делайте это в течение нескольких дней. Если вам это не нравится, прекратите, это ничего не стоит. И они неизменно находят, что это полезно. Я часто прерываю свой рабочий день, чтобы уделить этому пять или десять минут. Например, если я замечаю, что отстаю. По-моему, есть довольно достоверные данные о том, что после обеда твоя работоспособность снижается. Так вот, очень часто то, что я делаю после обеда, чего я не делал сегодня, это уделяю пять или десять минут просто дыхательной практике. А в последнее время как выглядит эта дыхательная практика? Это просто боковое дыхание в течение пяти-десяти минут. А продолжительность ваших вдохов и задержек, выдохов и задержек устанавливается приложением? Это правильно? Ну что же, я делаю это пять секунд. Итак, пять секунд вдоха, пять секунд задержки, пять секунд выдоха, пять секунд задержки. Да, иногда я делаю парные упражнения. Я отсижу десять секунд только потому, что мне станет скучно. Просто мне хочется это сделать, и это очень помогает. Я имею в виду. Так вот, это не единственное, что я делаю, чтобы сохранить свое здравомыслие и здоровье. Нет, я могу себе представить, что могло бы быть несколько вещей. Хотя, поскольку ты кажешься очень здравомыслящим и очень здоровым, я на самом деле знаю, что так оно и есть, и то, и другое. Верно, ты подозреваешь, что так оно и есть. Я подозреваю, что есть какие-то данные. Некоторое время назад у нас был разговор, обычный разговор, но ты сказал кое-что, что действительно засело у меня в голове. А именно, что, возможно, конкретный паттерн дыхания, который человек выполняет, не так важен, как... Я испытываю переходы между состояниями, основанные на осознанном дыхании или чем-то в этом роде. В такой степени, что я интерпретировал это как то, что если бы я делал бокс дыхания с 5-секундным вдохом, 5-секундной задержкой дыхания, 5-секундным выдохом, 5-секундной задержкой дыхания в течение пары дней, или, может быть, даже пары минут, а затем переключитесь на 10. Подожди несколько секунд, а потом переключись на Тумма. Возможно, в этих переходах есть что-то мощное, и ты поймешь взаимосвязь между различными паттернами дыхания во время этих переходов. Примерно так же, как ты можешь сесть в одну из этих машин в парке развлечений, которые... Просто двигайся с постоянной скоростью, а потом остановись. Это совсем не то же самое, что научиться переключать передачи. Раньше я водил машину с ручным управлением. Я все еще могу это делать, поэтому я подумываю о механической коробке передач. Но даже с автоматической коробкой передач, вы начинаете понимать, как ведет себя автомобиль в различных условиях. Я подумал, что это прекрасное начало для потенциальной практики работы с дыханием, которой, по крайней мере, насколько мне известно, никто на самом деле не занимался. Формализованной, которая заключается в том, что вы вводите некоторую вариативность в практику, которая является несколько случайной для того, чтобы быть таковой. Ты способен ощущать взаимосвязь между различными скоростями и глубинами вдохов, выдохов и задержек дыхания и так далее. По сути, это похоже на езду по трассе, но с препятствиями на разной скорости, с остановками и повторными запусками и тому подобными вещами. Вот так ты учишься водить машины. Что ты об этом думаешь? Если тебе это достаточно нравится, можем ли мы назвать это протоколом Фельдмана? О, пожалуйста, смеется. Однажды в интервью BBC меня спросили, почему я не назвал это комплексом Фельдмана, а не комплексом Доботцингера. Ты сказал, что у меня уже есть комплекс Фельдмана. Ну, это звучит как психическое расстройство, но я думаю, что основной эффект это разрушительный эффект, который я описал. Но конкретные ответы есть. Очевидно, что они могут варьироваться в зависимости от того, что это за нарушение. Я не знаю каких-либо конкретных данных, которые были бы получены в хорошо контролируемых экспериментах, которые действительно могли бы работать с различными типами дыхательных паттернов, или просто с коробочным паттерном, просто варьируя продолжительность. Я имею в виду, что пронояма в чем-то похожа, но количество времени, которое вы тратите на хождение вокруг ящика, отличается. Так что мне особо нечего сказать по этому поводу. Я имею в виду, что именно поэтому нам нужны более контролируемые эксперименты на людях, и я думаю, что именно здесь можно проводить исследования на грызунах, где у вас будет широкий спектр возможностей. Пока вы проводите более инвазивные исследования, чтобы действительно понять, какие области затронуты, как была нарушена обработка сигнала, это все еще гипотеза. Но то, как она нарушена, может многое рассказать нам. Возможно, существует некая резонансная точка, в которой достигается оптимальный эффект при выполнении определенной дыхательной практики. И потом, когда мы говорили о том, что разные дыхательные практики могут влиять на результаты разными путями. Мы говорили о том, что разные дыхательные практики могут влиять на результаты разными путями. У тебя есть обонятельный путь, у тебя есть центральный путь, у тебя есть блуждающий путь, у тебя есть нисходящий путь. Как различные практики могут изменить суммирование этих вещей, потому что я думаю, что все эти вещи, вероятно, задействованы, и мы только начинаем исследовать поверхность. И я просто надеюсь, что мы сможем привлечь серьезных нейробиологов и психологов для проведения правильных экспериментов, чтобы разобраться в этом. Потому что я думаю, что есть способ, это очень важно для здоровья людей. Я тоже так думаю, и это одна из причин, по которой моя лаборатория переключилась на изучение подобных явлений у людей. Я рад, что ты продолжаешь заниматься сложной механистической работой на мышах, и, возможно, уже проводишь ее и на людях, если ты еще этого не сделал. Есть и другие группы, лаборатория Apple в Калифорнийском университете и ряд других. Я начинаю видеть там некоторые статьи, немного изучим дыхание у людей. Сделаем еще несколько снимков головного мозга. Я не могу удержаться, чтобы не задать вопрос на несколько не связанную с этим тему, но это важно в свете нашего разговора, потому что ты здесь. И это одна из вещей, которая мне действительно нравится в разговорах с тобой, когда речь заходит об этом. Что касается здоровья, неврологии и так далее, то ты один из немногих моих коллег, кто открыто признает, что изучает пищевые добавки. Я давний поклонник пищевых добавок. Я думаю, что в составах, отпускаемых по рецепту, без рецепта, натуральных и синтезированных, есть сила. Я не использую их бессистемно, но я думаю, что в них определенно есть сила. И одно из мест, в котором мы с тобой сходимся, это наш интерес к нервной системе и добавкам, связанным с магнием. Так вот, я бесконечно говорил в подкасте и в других местах о магнии для улучшения сна, а также об улучшении транзитных переходов ко сну и так далее. Но у тебя несколько иной интерес к магнию, поскольку он связан с когнитивными функциями и их продолжительностью. Не мог бы ты просто немного рассказать нам о том, в чем заключается этот интерес, откуда он берется, и поскольку это подкаст Губермана, и мы часто говорим о пищевых добавках. Что вы делаете с этой информацией? Итак, мне нужно сообщить, что я являюсь научным консультантом компании под названием Нюросентриа, генеральным директором которой является мой аспирант Госсен Клю. Таким образом, я могу рассказать тебе кое-что о себе. Госсен, хотя и работал в моей лаборатории над дыханием, проявлял глубокий интерес к обучению и запоминанию. И когда он ушел из моей лаборатории, он стал работать с известным специалистом по запоминанию в Стэнфорде с Диком Чоном. А когда он закончил учебу, его нанял Сусуму Танегава из Массачусетского технологического института. Который тоже кое-что знает о памяти. Я просто шучу. Сусуму Танегава получил Нобелевскую премию за работу по иммуноглобулинам, но при этом является исследователем памяти мирового класса. Да, и не только. Он способен на многое. Агуо Сонг был очень любопытным, очень умным парнем, и его интересовало, как усиливаются сигналы между нейронами, что называется долговременным потенцированием или ЛТП. И один из возникших вопросов заключался в том, что если у меня есть входные данные для нейроны и я получаю ЛТП, будет ли ЛТП больше, если сигнал стал больше? Или шум будет меньше? Таким образом мы можем представить, что когда мы слушаем что-то громче, то слышим это лучше. А если шума меньше, то мы слышим это лучше. И он захотел разобраться в этом вопросе. Так вот, я сделал это на культуре тканей нейронов гиппокампа, и он обнаружил, что если снизить фоновую активность во всех нейронах, то ЛТП будет снижен. Он обнаружил, что ЛТП становится сильнее, и способ, которым он это сделал, это повышение уровня магния в растворе для купания. Это относится к какой-то эзотерической электрофизиологии, но по сути во всех нейронах существует фоновый уровень шума, и эта его часть регулируется уровнем магния. Во вне-клеточной ванне. Ты имеешь в виду электрический шум? Это электрический шум, прости, это электрический шум. И если ты находишься в так называемом физиологическом диапазоне, который составляет от 0,8 до 1,2 мм, то не беспокойся о количестве. Я не могу поверить, что ты помнишь мм магния. Ну, я всегда боюсь, что когда я говорю микро, фемты или что-то в этом роде, я отклоняюсь на несколько порядков. Но в этом физиологическом диапазоне существует большая разница в количестве шума в нейронах. От 0,8 до 1,2 мм. Так вот, он поиграл с магнием и выяснил, что когда уровень магния повышен, уровень ЛТП повышается. Все в порядке, это наблюдение было сделано в культуре тканей. Верно, я должен просто упомянуть, что увеличение ЛТП, по сути, приводит к большей нейропластичности, к большей перестройке нервной системы. Связи, по сути, свои. Итак, он протестировал это на мышах и, по сути, предложил им контрольных мышей, которые получали нормальную диету и одну, которая была обогащена витаминами. Магний. И те, которые питались магнием, имели более высокие когнитивные функции, жили дольше. Все, что вы хотели бы в некоторых случаях. Волшебная таблетка, эти мыши сделали это. Извините меня, крысы. Проблема была в том, что вы не могли себе представить, как можно вводить это людям, потому что большинство солей магния пассивно не поступают из организма, из кишечника в кровоток, в мозг. Они проходят через так называемый транспортер. Транспортер – это нечто в мембране, которое захватывает молекулу или атом магния и вытягивает его на другую сторону. Так что если вы представляете, что у вас в кишечнике есть магний, то у вас есть транспортеры, которые доставляют магний из кишечника в кровоток. Ну что же, если вы принимаете обычную добавку магния, которую можно купить в аптеке, она не так легко проникает в кишечник. А если вы принимаете достаточное количество магния, чтобы он попал в кровь, у вас начинается диарея. Так что это не лучший выход. Ну что же, это хороший выход. Я ничего не мог с собой поделать. Смеется, хорошо сказано. Так вот, он работал с этим блестящим химиком, Фэй Моу, и Фэй изучила целый ряд соединений магния и обнаружила, что трианат магния является гораздо более эффективным средством для преодоления кишечно-кровяного барьера. В то время они еще не осознавали, что трианат является метаболитом витамина С, а в вашем организме его много. Так что трианат магния, по-видимому, безопасен и, возможно, играет определенную роль, или теперь они считают, что это часть роли трианата. Что это приводит к перегрузке транспортера для поступления магния внутрь. И помни, что тебе нужен транспортер из кишечника в мозг и в клетки. Так вот, они давали трианат магния мышам, у которых было. Нет, позволь мне немного вернуться назад. Они провели исследование на людях. Они наняли компанию, чтобы провести тест, который был простым и понятным. Крупная фармацевтическая компания наняла одну из таких компаний для проведения теста за них, и у них были пациенты, у которых диагностировали легкое снижение когнитивных функций. У этих людей было когнитивное расстройство, которое не соответствовало возрасту. И показатель, который они используют для определения того, насколько далеко они продвинулись, это коэффициент Джи Спирмена, который является обобщенным показателем интеллекта большинства людей. За исключением психологов, биологический возраст испытуемых составлял, я думаю, 51 год. А когнитивный возраст, 61 год, основанный на коэффициенте Джи Спирмена. Это тест. О, я должен сказать, что коэффициент Джи Спирмена начинается на определенном уровне в популяции в возрасте 20 лет и снижается примерно на 1% в год. Так что, к сожалению, нам уже не 20 лет, но когда вы получите из этого число, вы можете нанести его на кривую и посмотрим, соответствует ли это твоему возрасту или нет. Согласно этому показателю, эти люди были примерно на 10 лет старше, и, короче говоря, через 3 месяца, мы провели двойное слепое плацебо, контролируемое исследование. Состояние людей, принимавших плацебо, улучшилось на 2 года, что обычно для исследований на людях, так как вызывает эффект плацебо. У людей, получавших это соединение, состояние улучшилось в среднем на 8 лет, а у некоторых более чем на 8 лет. Они не стали проводить дальнейшую диагностику того, что вызвало снижение активности молекулы, но это было красиво, это было необычайно впечатляюще. Значит, это приблизило их когнитивные способности к их биологическому возрасту? Это биологический возраст. Это биологический возраст. Ты помнишь, какие дозы трионата магния указаны в документе, и в основном это то, что содержится в соединении, которое продается на коммерческой основе. Итак, соединение, которое продается на коммерческой основе, обрабатывается оптовым продавцом нутрицептиков, который продает его розничным торговцам. И они изготавливают любую рецептуру, которая им нужна. Хочу. Но это дозировка, которая, насколько я понимаю, редко бывает приемлемой. Я принимаю половину дозы. Причина, по которой я принимаю половину дозы, заключается в том, что у меня измерили уровень магния в крови, и он оказался ниже нормы для моего возраста. Я принял половину дозы, уровень стал выше нормы, и я чувствовал себя комфортно, оставаясь в пределах нормы, но многие люди принимают полную дозу и в моем возрасте. Я не стремлюсь стать умнее, я стремлюсь к тому, чтобы снижаться медленнее, и мне трудно сказать тебе, эффективно это или нет. Ну что же, ты вспомнил о миллималярном содержании магния и раствора, а также о высоком и низком содержании, так что я бы сказал, что это не очень хорошо контролируемое исследование, и оно составляет n из одного, но похоже, это работает. Когда я рекомендую это своим друзьям, ученым, которые по натуре не скептичны, если не сказать циничны, и я настаиваю, чтобы они попробовали. Они обычно не сообщают о серьезных изменениях в своих когнитивных функциях, хотя... Иногда они говорят, ну я чувствую себя немного бодрее, чем обычно, мои физические движения улучшились, но многие из них сообщают, что они лучше спят. И в этом есть смысл. Я думаю, есть веские доказательства того, что трианат может ускорить переход ко сну, и возможно даже обеспечить более глубокий сон для некоторых людей. На самом деле, у многих людей, принимающих трианат, в том числе у одного из сотрудников нашего подкаста, возникают проблемы с желудком. Они не переносят его. Так что я бы сказал, что примерно 5% людей плохо переносят трианат. Прекратите его принимать, и все будет в порядке. Это вызвало у них диарею или что-то в этом роде. Но большинство людей переносят его хорошо, и большинство людей сообщают, что он значительно улучшает их сон. И опять же, это анекдотично. Есть несколько исследований, и скоро будут еще, но это очень интересно, потому что я, пока ты и у меня была дискуссия о трианате, я не знал его усиливающих когнитивные способности и эффектах, но история имеет смысл с точки зрения А. Это механистическая точка зрения, и это подводит нас к более масштабному и важному утверждению, которое заключается в том, что я очень ценю твое внимание к механизмам. Я думаю, что это связано с твоим ранним образованием физика и желанием получать цифры и действительно анализировать вещи на тонком уровне. Итак, сегодня мы многое обсудили. Я знаю, что мы могли бы обсудить гораздо больше вопросов. В какой-то момент я буду настаивать на второй части, но я действительно хочу выступить от имени огромного количества людей и просто поблагодарить вас. Не только за ваше время, энергию, внимание к деталям, точности, ясности по этой теме сегодня нет. Но еще я должен был сказать с самого начала, что ты действительно являешься пионером в этой области изучения дыхания и механизмов, лежащих в его основе. С помощью современных инструментов на протяжении многих десятилетий. Область нейронауки была одной из тех, которая идеально подходила для решения таких проблем, как память, зрение, восприятие ощущений и так далее. Но дыхательная система долгое время в значительной степени игнорировалась, и вы просто неуклонно отсекали и отсекали все больше и больше причин происходящих событий, связанных с ковид и рядом других вещей, а также с этим огромным интересом к дыханию, состоянием мозга и хорошему самочувствию. Область дыхания и интерес к дыханию только что резко возрос. Так что я действительно хочу выразить тебе искреннюю благодарность. Это очень много значит для меня. Я знаю, что аудитория этого подкаста, как человек с твоей глубиной и строгостью в этой области, является одновременно ученым и практиком, и что ты хотел бы поделиться этим с нами. Так что спасибо тебе. Ну что же, я хочу поблагодарить тебя. На самом деле это отличная возможность для меня. Я долгое время был изолирован в своем бункере, и это был замечательный опыт общения с людьми за пределами бункера, которые проявляют интерес к этому. И я думаю, что многое еще предстоит сделать, и мне нравится общаться с людьми, которые проявляют интерес к этому. Вот это. Я нахожу этот интерес просто ошеломляющим, и это просто замечательно, что люди готовы слушать вещи, которые порой могут быть довольно эзотерическими, но это касается глубоких вещей, о том, кто мы такие и как собираемся прожить свою жизнь. Так что я ценю эту возможность и буду рад вернуться в любое время. Это чудесно. Мы обязательно это сделаем. Еще раз спасибо, Джек. А теперь пока. Спасибо, что присоединился ко мне во время моей беседы с доктором Джеком Фельдманом. Я надеюсь, что она показалась тебе такой же интересной и информативной, как и мне. Если ты извлекаешь уроки из этого подкаста или наслаждаешься им, пожалуйста, подпишись на нас на YouTube. Это потрясающий способ поддержать нас без каких-либо затрат. Кроме того, пожалуйста, подпишись на подкаст на Spotify и Apple, а также на Apple, где ты можешь оставить нам отзыв, и ты можешь покинуть нас рейтинг до пяти звезд. Пожалуйста, также ознакомьтесь со спонсорами, упомянутыми в начале подкаста. Это лучший способ поддержать этот подкаст. У нас также есть Patreon. Это Patreon.com. И там вы можете поддержать подкаст лаборатории Губермана на любом уровне, который вам нравится. Кроме того, если вы еще не подписаны на нас в Instagram и Twitter, я преподаю неврологию в Instagram и Twitter. Часть этой информации охватывает информацию, представленную в подкасте. Часть этой информации является уникальной и включает в себя науку и научно обоснованные инструменты, которые вы можете применять в повседневной жизни. Во время сегодняшнего подкаста, как и во многих предыдущих выпусках подкаста, мы говорим о пищевых добавках. Хотя пищевые добавки необходимы не всем, многие люди получают от них огромную пользу. Одна из ключевых проблем, связанных с пищевыми добавками, если вы собираетесь их принимать, заключается в том, чтобы они были самого высокого качества. По этой причине подкаст Кубаман Лаб сотрудничает с компанией Торн Инг. Пищевые добавки Торн отличаются высочайшим качеством как с точки зрения качества самих ингредиентов, так и точности их дозирования. Почему я так говорю? Ну что же, многие компании, производящие пищевые добавки, указывают количество определенных веществ на упаковке. И когда они были протестированы, оказалось, что они не соответствуют тому, что на самом деле содержится в этих продуктах. Компания Торн предъявляет самые высокие требования к качеству и конкретному количеству, которые содержатся в каждом продукте. Они сотрудничают с Клиникой Майо и всеми крупными спортивными командами, поэтому продукция Торн пользуется огромным доверием. Вот почему мы сотрудничаем с ними. Если тебе интересно ознакомиться с добавками, которые я принимаю, ты можешь обратиться к Торн. Пиши мне на букву U в Хьюберман. Ты можешь ознакомиться с добавками, которые я принимаю у Торн. Если ты купишь любую из этих добавок там, ты сможешь получить скидку 20%. А если зайдешь на сайт Торн, ты увидишь огромное количество других продуктов, которые они производят. Если зайдешь через Торн, заходи на сайт Меньше Чем УРЛ Больше Чем Вертикальный Слэш и Вертикальный Слэш Хьюберман, и ты также получишь скидку 20% на любой продукт, который производит компания Торн. Я также хочу еще раз упомянуть о программе, о которой я упоминал в начале эпизода, о нашем коллективе Брис Коллектив. У нашего дыхательного коллектива есть консультативный совет, в который входят такие люди, как доктор Джек Фельдман, где вы можете ознакомиться с подробными протоколами работы с дыханием. Если вам интересно заниматься дыхательной гимнастикой или преподавать ее, я настоятельно рекомендую ознакомиться с этим. Вы можете найти это на нашем сайте Брид Коллектива. Заходите на сайт Меньше Чем УРЛ Больше Чем Вертикальный Слэш Хьюберман, и это даст вам скидку в 10% на первый месяц обучения. Итак, я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы присоединились ко мне во время моей беседы с доктором Джеком Фельдманом. И последнее, но безусловно не менее важное. Спасибо вам за ваш интерес к науке. Оптимистичная музыка.